Ну, хотелось бы на некоторые отрицательные отзывы получить более такой адекватный ответ, ну, а там, собственно говоря, такие больше эмоциональные. Я даже подготовил, собственно говоря, один ответ на такое достаточно конструктивное замечание. Но я сразу хочу сказать, что я этой тематикой занимаюсь очень давно, и еще раз, кто меня, может быть, не знает, вот, Холопов Алексей Васильевич, кандидат юридических наук, доцент. Я работаю в Институте Академии Генеральной Прокуратуры, заведую там криминалистической лабораторией. Занимаюсь этой тематикой очень давно, ввиду того, что в криминалистике есть такой большой достаточно раздел, это изучение личности преступника. Ну, а в частности, то есть вот перед нами сидит человек, мы должны его, ну, своего рода узнать определенные его свойства, свойства его личности, для того, чтобы понять, например, какова его роль была в преступлении, или вообще для того, чтобы предупредить это преступление. Что, какой фактор информационный или фактор среды, ну, в любом случае информационный повлиял на него так, психофизиологический фактор, что он вот стал, собственно, преступником. Это, конечно, не задача напрямую криминалистики, но это задача и криминологии, и вообще задача правоохранительных органов в целом. Ну, в частности, изучая, еще раз повторю, вот я на первой лекции говорил, такую противоправную деятельность религиозных сект, просто удивительно, как так люди вот могут приходить к таким выводам. Точнее, уходить в секты безвозвратно, причем, более того, даже в сектах оказывается такое воздействие на человека, и, в общем-то, в некоторых оказывается не медикаментозное. Знаете, когда человека можно накачать психотропными веществами, и, конечно, человек может на себя руки наложить кого угодно. Но когда идет абсолютно такое, знаете, такая акустическая, ну, подается вот просто информация методическими различными исследованиями, она подается, подается, и вдруг мы приходим к тому, что мать жертвует своим ребенком. Мать может убить своего ребенка, то есть нарушаются буквально базовые человеческие инстинкты, можно сказать, инстинкт самосохранения. Мать, наоборот, пожертвует собой ради ребенка, а там происходит совершенно обратное. Какое мощное воздействие. Поэтому те вещи, которые говорятся, они могут казаться весьма такими, как пишут, категоричными, ну, а почему нет? Гуманитарные науки допускают определенную категоричность в рассуждениях. Ну, и какими-то, можно сказать, парадоксальными. Я обычно говорю такую вещь перед лекциями, никому ничего я доказывать не буду, потому что времени, во-первых, нет. И те вещи, о которых приходится говорить, в общем-то, все можно доказать методом таких вот рассуждений. Бывают такие, скажем так, ну, неясности у людей, допустим, с техническим образованием. У них несколько такой иной подход, гуманитарный такой иной подход. Были такие замечания, и мне так коллеги говорили, что-то как-то излишне эмоционально. Вы знаете, в образовании есть такой подход, вот эта излишняя эмоциональность. Вы знаете, есть такие педагоги, которые выходят, да, и так сухо начинают излагать материалы. Есть те, которые начинают ходить, рвать там носи волосы там, да, и тогда так жестикулируют руками. Это один метод подачи. Почему эмоционально? Во-первых, мне наболело это, то, что я о чем говорю, я это переживаю. Буквально у меня за родину. И за то, что я вижу на своих студентах, у меня сердце болит буквально. И хочется, естественно, докричаться. В этом смысле я бы хотел вот что сказать. Современный молодой человек находится в состоянии, знаете, такого психофизиологически-нравственно-этического обморока. Или такого, знаете, ну как сказать, психофизиологического обморока. То есть он находится в обмороке. А что нужно, например, человеку, который пытается пробудить человека от обморока? Вот как это делают? Берут, воду наполняют, брызгают в него, по щекам начинают его бить, да? Или в этом смысле, или когда человек что-то делает неправильно, его подходит, вот так берут. Я тебе объясняю, ты слышишь меня, ну, ты слышишь меня, понимаете, да? Или бьют по щекам. Вот на сегодняшний день это действительно так. Приходится буквально докрикиваться, понимаете? Более того, такой метод уместен, ну не уместен, а он используется в армии. Когда человек приходит, его сразу же в среду выживания, значит, ему говорят, что вы по одиночке, вы никто. То вы только коллективу можете что? Выжить, правда, да? То есть надо как-то даже поменять некоторые базовые устои, например, человека. И, собственно, информация подается в крайней степени эмоциональности. Почему? Потому что для человека сначала ничего не понятно, он находится в шоке. Но постепенно, постепенно человек начинает как бы приходить вот к этому, к состоянию понимания и к состоянию... Это такой, в общем, есть метод обучения. Ну, я думаю, что и там такое замечание было, что что-то как-то зомбирует. Очень интересно посмотреть. Есть, я знаю, что такое методы зомбирования, особенно используется в культах Вуду. Ну, особо это как-то не похоже. Но я бы вот что хотел сказать. Очень интересно говорить о том, что зомбируют. Причем, когда говорят... Когда я пытаюсь передать информацию, чтобы человек был, наоборот, более самостоятелен в информационной среде. Мы сегодня поговорим еще более детально. Я вот здесь, собственно говоря, отметил, что я хотел бы вам сказать. Очень такие важные вещи, которые не успел в прошлый раз. Я буду время от времени вот так вот смотреть, чтобы восполнять некоторые пробелы. Но сначала хотел бы вот ответить на такой вопрос. Человек написал. Вот вы упомянули, что прям даже и смотреть дальше не хочется. Лекцию о том, что каким-то таким гуманитарным языком не описывается, например, дуализм, волновой дуализм электрона. Вовсе-то он и описывается. И мы видим формулу Шредингера, допустим, действительно существует. Но так, конечно, никто не написал о том, что как же принцип неопределенности Гейсенберга. Вот цитирую буквально. Цитирую. Ну, сначала процитирую Владимира Александровича Фока. Это наш выдающийся физик-теоретик. Можно сказать, что для атомного объекта существует потенциальная возможность проявить себя в зависимости от внешних условий. Либо как волна, либо как частица, либо промежуточным образом. Именно в этой потенциальной возможности различных проявлений, свойств присущих микрообъекту состоит дуализм, волна или частица. Всякое иное буквальное понимание этого дуализма в виде какой-нибудь модели неправильно. Что писал сам Нильс Бор. Если квантовая механика вас не потрясла до глубины души, значит вы ее не поняли. Иначе он вообще так сказал. Если вы что-то поняли в квантовой механике, значит вы ничего не поняли в квантовой механике. Он да, он бы еще больше. Когда он переписывался с Эйнштейном, у них такая знаменитая переписка была. Эйнштейн говорит, бог сам определяет, как играть в кости. А ему Нильс Бор отвечает. Не учите бога играть в кости. Он сам определяет правила. И так далее. Альберт Эйнштейн, у него встречалась такая фраза. Я как страус прячу голову в песок относительности, чтобы не глядеть в лицо гадким квантам. Великий Эйнштейн не понимал. Он был против, по сути дела, квантовой механике. Ну и есть вот такое гуманитарное исследование вот этих вот проблем. Иванов ЕМ. Материи субъективны. Саратов. Издательство Саратовского государственного университета. 98-й год. Я, по сути, не буду зачитывать абзац. Я зачитаю вот такое. Однако знание потенции возможного все же не тождественно знанию действительного. Отсюда неизбежна полнота физической картины мира, которая проявляется, в частности, в невозможности с помощью уравнения Шрёдингера описать процесс измерения в квантовой механике. Проявляется также в несводимости термодинамики к механике отсутствия физической картины мира качественности, индивидуальности, самоотождественных объектов. Иначе, насколько адекватно формулы отражают квантовую реальность. Иначе у нас в юриспруденции, в частности в гуманитарных ногах, мы тоже используем формульный язык. Формульный язык. Мне вот, я в беседе с одним физиком, он сказал, а вы задайте другим вопрос по квантовой механике, а попробуйте по этим формулам сделать вычисления какие-нибудь. По сути дела, это как бы ускорение передачи информации. У нас есть, например, моделирование преступлений. Мы тоже там делаем, к примеру, берем преступление, там, хоз, равно. Что такое преступление хозяйственное, да? Значит, мотив, M пишем, например, мотив, там, к примеру, хозяйственного субъекта, там, да? Плюс такой, такой, такой. То есть мы как выражаем? То есть, понимаете, мы могли бы это как сделать? Как это могли бы описать? Целым предложением, абзацем. А мы это делаем как? Мы это делаем формульно. Мы это выражаем формульно. То есть это ускорение передачи информации. Ускорение передачи информации. Но встает один вопрос. Ну и просто еще поясню. Вот этот волновой дуализм. Вот здесь раз щель, здесь два щель. Вот здесь такая электронная пушка стоит, чтобы было понятно. Вылетает один электрон. И он одномоментно пролетает вот здесь и здесь. Что проявляется в интерференции? В общем, здесь такая картина интерференции. Значит, ну естественно стали Как это происходит? Сюда поставили детектор Подсмотреть Через какой же он полетит Но вдруг, когда поставили детектор, полетел электрон И вдруг он стал пролетать только через один Но не через два, а через один Убрали детектор Он стал опять через два лететь То есть такое впечатление, что электрон решил вдруг Он обнаружил детектор, нет, полечу-ка я через один То есть, оказывается Вот есть квантовый, ну как бы Источник квантов, да, или электронов И вот летит квантовая система А вот есть наблюдатель в квантовом мире Вот он просто смотрит Вы понимаете, это как у нас, вот можно подглядывать зачем-то И мы как бы не вмешиваемся в процесс Мы просто наблюдаем А в квантовом мире уже наблюдение Есть вмешательство в процесс И более того, это не определено То есть нельзя сказать, что это То есть, иначе вот есть Количественные методы, например Вот что такое Количественные методы гуманитарным языком В истории цивилизации, к примеру Вот формирование, развитие цивилизации Как вы думаете, почему Один из примеров, почему Римская империя погибла Римская империя погибла Ввиду того, что У нее был такой ряд конкретизаций Ну, например, смотрите Что я сейчас черчу Римские цифры Скажите, в римских цифрах есть дроби? Нет Нет дробей Как при помощи римских цифр Можно было делать точные вычисления? Невозможно было? А появились арабские цифры? Да? И там 2, там 1 2, 0, 1 Ну и так далее, и так далее То есть, а здесь конкретизация еще больше Мы можем здесь делать точнейшие вычисления Вот и все То есть, в этом смысле Римская цивилизация в каком-то смысле Еще раз повторяю Это один из признаков В каком-то смысле была обречена Почему? Потому что технологии развивались Потихоньку развивались Необходимо было более точно Точно описывать картину мира Еще в описании картины мира Ну, например, вот в химии Мы возьмем кусочек кальция Бросим в кислоту Пойдет реакция Будет выделяться, например, какой-то газ Да? Мы так тысячу раз сделали И будет вот этот газ Соответственно, вот если мы берем Пишем математическую формулу Да? Вычисляем, вычисляем Вот мы тысячу раз Вот это сделаем И произойдет что? Мы придем к одному и тому же результату Так? Может быть, какая-то будет погрешность Но эту погрешность мы можем тоже что? Зафиксировать какой-то определенный То есть, так или иначе Мы можем что? При помощи вот этого Численного формульного ряда Что? Предсказать Вообще, если говорить Вот человек Вот человек Вот это прошлое Вот это прошлое Вот это вот кусочек настоящего А вот это вот будущее Человеку дан такой аналитический аппарат Вот в этом смысле Я как верующий человек могу сказать На страшном суде будет очень просто Спрашивать Очень просто, да? Спросят Любого человека, да? А почему вы читали Журнал Космополитен? Надо было более умные книги читать Видите, какой вы человек стали, да? Вы ни до чего не додумались Вы вот этого не сделали Доброго человеку ничего не сделали А я не знал А вам скажут А вам зачем был дан такой сложный Аналитический аппарат? Орган под названием мозг Зачем вам он был дан? Он же вам был дан, да? У вас глаза были? Были Руки были Чтобы дотянуться Были Все было А вы этим не воспользовались Соответственно Анализируя прошлое Соответственно Видя настоящий Мы можем делать какой-то прогноз И в этом смысле Вот как раз технические науки Вот именно в формуле Мы можем делать Вот какой-то прогноз Допустим Мы можем предсказать Вот в системах Ракетного нападения Вот например Стоит радар И вот летит там Боеголовка Мы только ее засекли Она уже может точно сказать Радар может точно вычислить Что? Куда она Прилетит Все Это пожалуйста Мы делаем там Математическим моделированием И так далее Все это происходит И у нас В общем-то Человек успокаивается Все Вот Все Замечательно Мы все предсказали Но Существует проблема Сопряжения Для человека Для человека Есть реальность Вот эта Конкретная Которую выражают Можно сказать Вот эти точные науки А есть гуманитарная реальность Я по-моему говорил На прошлой лекции Но может быть не конкретно Повторю Как было разрушено Вот в каком-то смысле Наша цивилизация Ну не цивилизация Ну цивилизация Даже можно Есть признаки цивилизации СССР Страна Как была разрушена Да? Разрушили ее Гуманитарными методами Уничтожили идеалы Уничтожили смыслы Уничтожение было гуманитарными методами В этом смысле Технические науки Они проще гуманитарных В каком? Вот опять же человек Вот смотрите Человеку взять Вот в голову Ну вот Любой студент Если возьмет Вот он сильно Поднапружится Поднатужится И поймет Вот всю систему Всю систему Формульную Допустим Законы Там Закон Ома Там вот Вот Ват И там все Вот он запомнит Я вот просто слышал Как вот студенты сдавали Например Он поймет Он например поймет К примеру Не знаю там Постоянную боль Смона там И так далее И так далее Вот все Вот он это поймет Он сможет Вот поймет Принцип Например счета И так далее Он сможет что? Он сможет Понимать И решать Эти проблемы Смотрите То есть Вот постоянная Есть там Постоянная планка Есть закон Ома Да Есть еще такие Различные Постоянные Они что человек Что нам делают Они ограничивают Как бы физическую картину И человек находится Что? То есть вы Вы не сможете выйти Ну вот Вся современная физика У нас какая есть Одна из таких Самых постоянных Скорость света Не Не изменяется Все Вот Вот ваше ограничение То есть у нас есть ограничение То есть вы соответственно Решаете все проблемы Вот в этих ограничениях В этих ограничениях Хорошо Прекрасно То есть вы У вас есть ограничение Вы можете например Точно знать Что 2 плюс 2 Равно 4 А теперь смотрите А вот в гуманитарных науках Таких ограничений нет И человек уходит куда? Кто ему в гуманитарных науках Ставит какие-то ограничения? Какие? Кто ставит? Философии нет ограничений Более того Прежде чем родить математика Или создать математика Вот как человек становится Физиком или математиком Он сразу математику Начинает познавать? Или человека сначала Начинают формировать Гуманитарные науки А именно Психология Педагогика Да? То есть математиков И все точные науки Они вообще-то вышли сначала Можно так сказать Из гуманитарных наук А теперь смотрите Приехали наши оппоненты Я не буду конкретную страну называть Приехали наши оппоненты Из физики Приехали Собрались Математики говорят 2 плюс 2 равно 5 Русские Вы неправильно все считали Наши Подождите Мы пересчитаем Они пересчитали И говорят Наши Оказывается Мы неправильно изучали историю Оказывается Это не Гитлер Хотел напасть на нас А Гитлер защищался Это Сталин коварный Хотел напасть на Германию Поэтому Гитлер Только в ответ пошел Понимаете, да? Книга ледоков То есть Нашу реальность Вот в голове У человека Вот эта вот реальность Разная абсолютно Реальность Реальности у людей Да? Которая должна Более-менее Как бы соответствовать Внешней реальности Объективной И вот человек Человеку пытаются Пытались изменить Эту реальность Но эту реальность Вы не сможете изменить Точными науками Потому что это все Перепроверяется Если будет пять Компьютер не будет работать Помните там Мультик в Футураме Бендер Робот спит И вдруг он просыпается В ужасе Его фрайбут Что такое? Что случилось? Он говорит Мне двойка приснилась То есть роботу У которого 1-1-0-0-1-1-1 Дворичный код Ему двойка приснилась Для него это ужас Кошмар просто Но тем не менее Это же можно зафиксировать Более того Есть системы Например Ну с искусственным интеллектом Там Возможность фиксации ошибки Там фиксируется ошибка Изучается ошибка И дальше деятельность Фиксируется Изучается дальше деятельность А в гуманитарных науках Все многократно сложнее Поэтому Перспективно Перспективно Движение Гуманитарной науки Технически Все это вот Начинает соединяться Потихонечку Потихонечку Начинает соединяться Вот такой мой Ответ на первый вопрос Так вот Смотрите Что произошло Вот нам стали менять Вот систему образования Можно сказать Нам стали менять Буквально Наше мировоззрение Ну давайте нарисуем Еще раз Вот человека Еще раз человека И вот он Находится Вот его внутреннее информационное пространство Внутреннее информационное пространство И у него есть Разные каналы поглощения Допустим Это тактильная Информация Обонятельная информация Слуховая информация Какая-то Или акустическая Зрительная информация И так далее Множество Причем Эта информация Может быть объективная То есть Исходить от природы Ну например Мы зашли в лес Там птички Ветер И так далее А может быть информация Субъективная То есть есть какой-то Субъект Который нам подает Вот эту информацию То есть у нее есть Какой-то Замысел Или Ну вот Давайте так Вот смотрите Какую первую информацию Получает человечек У нас Да Первую информацию Вот он родился Ну самую первую Я уже вам говорил Это акустическую информацию Ему дается В сущности Кто-то говорит Из биологов Что первая информация Идет к нему генетическая То есть Родители передают ему Свой буквально Такой информационный слепок Да А вот смотрите Вот ребеночек Выходит из мамы Какую он первую информацию Как вы думаете Получает сразу Ну он еще плохо видит У него размыто все Он получает Обонятельную информацию Первую Обонятельная информация Такая Смотрите Он вот выходит Ну конечно Тактильно он получает Но одну из важных Обонятельную информацию Смотрите Вот он вышел из мамочки Да И вообще раньше делали как Вот мамочка лежит Счастливая Ребеночка укладывали Мамочке куда На животик И ребенок сам должен был Доползти куда До груди Найти сосочек Он как его находил На ощупь что ли Он его находил По запаху По запаху У ребенка очень Ну можно сказать От рождения Уже хороший такой Ну обонятельная Такая функция Да И в этом смысле Смотрите Когда подходят родители Или когда чужой Подходит Он чувствует Незнакомый запах Он может Скажем так Естественно Испугаться Соответственно Смотрите Папа выпил На радостях Покурил Все это перемешало Мейроны И так далее Появляется И между ними Появляется Синопс Вот этот раздражитель Это моментальное Появление чего Синопсов И это для него Будет Бессомнительным Буквально таким Подсознательным Стереотипом То есть Это На уровне Как дышать Мы же не задумываемся Как мы дышим А знаете потом Как это актуализируется У ребенка А потом Ребеночек растет Растет И вдруг Начинается Такое наслоение Как тортик То есть Эта информация Конечно Она может остаться В зачатке И не взрасти То есть Любое деревце Нужно поливать Чтобы оно развилось Оно начинает развиваться А как А он вдруг Запоминает Что вот Есть такие Такое Время Значит Когда елка Красивая Когда Мне можно Не спать Всю ночь Это когда Дети начинают Собственно Кто-то в 3 годика Уже начинает Это ассоциировать Кто-то в 4 Кто-то в 5 Родители веселые Мне все разрешают И на столе Бутылки какие-то Стоят И от всех Так пахнет И они такие веселые А некоторые родители Уже детское шампанское Покупают А потом удивляются Когда ребенок После 13 лет Или в 10 лет Или в 11 лет Вдруг приходит Пьяный со школы Откуда это Как же это Раньше Вообще-то это было Что табу Это было запрещено Понимаете И более того Раньше В таком Ненадлежащем виде Не позволяли Подходить К маленьким детям Вообще Вот Папу вообще Не допускали Если он был Ненадлежащим Таком виде Соответственно Вот у нас Получает человек Вот такую первую Мощнейшую информацию Запах Одна из важнейших Таких информаций К нам приходит Это запах Но давайте Посмотрим Как же запах На сегодняшний день У нас влияет Вот у нас Сидят барышни У них распущены Волосы Я вот тут Как-то читал Одну рекламу В журнале Космополит Вдруг обнаружил У студентов Приезжал Я тут раз И обнаружил Смотрю Реклама Феромоны Значит Духи с феромонами Овцы По-моему Журнал Космополит Ну вы представьте себе Вы знаете Вот девушки Может быть для вас Это будет открытием Но вот Мальчики Я вас предам Мужчины Ну они не дадут соврать Вот когда вы мимо проходите Да вот в коридоре Они так стоят И так вас провожают Да Они вам вовсе Ну как я уже говорил Не на лицо смотрят Правда Вот И даже не на волосы Вот Вот когда вы рядом проходите Знаете что делают Они так Так Вдыхают Ну собачки Это делают более откровенно Они подходят И обнюхивают Друг друга Как это видно Когда мальчик уже Влюбился в девочку И какая-то взаимность Летом И весной Это наблюдается Да и сейчас Он взрывается носом ей Куда Волосы Начинает И вот Запах Вот этот Женщины конечно усиливают Этот запах Вот при помощи Бухов и так далее Кстати Наполеон Своей же Как сказать Любовница Жозефини Он говорил Вот мы Писал письмо Мы с вами встретимся Перед встречей Пожалуйста не мойтесь неделю Не принимайте там Не мойтесь неделю Вот он Хотел вот этого Женского запаха И так далее А у нас сейчас Вот весь этот запах Естественно Меняют Но вот В чем вот такое Вот опять же Агрессивная подача информации Когда вот у нас Есть определенный барьер Вроде бы должен быть И когда он ломается Ну во первых Вот здесь вот на этапе ребенка Он ломается Потому что Почему? Потому что ребенка Практически в этом смысле Никто не охраняет Он же не может Препятствовать этому Так ведь Это вы можете заткнуть И сказать Боже мой И пройти Вот теперь я думаю Некоторые мужчины Будут вот так Видите женщину С распущенными волосами Будете говорить Так вот Боже мой Сейчас поясню почему Смотрите И вот эти феромоны Действительно Феромоны Так или иначе Что? Влияют на Либидо И вот их пытаются Усилить При помощи Допустим Создания этих Искусственных феромонов Я обычно говорю так Девушки Если вы пользуетесь Духами С феромонами овцы Не удивляйтесь Что потом мальчики Вот И вот Собственно Смотрите что происходит Но у женщины У нее Феромоны и так Выделяются Да Как их теперь Доставить мужчине Да Вот собственно Как их доставить сюда Замечательным Потрясающим Испарителем феромонов Являются что? Волосы Волосы И в этом смысле Как девушки поступают Ну надо это Распылить Вот это все Распылить И вот получается так Что девушка Вот это особенно Видно весной Прямо ходишь так Как в мире животных И вот Девушка Распущены волосы Девушки Это делают Совершенно Автоматически И вот Начинается Заигрывание С мальчиком Или вот так Как в мире животных С самцом Заигрывание Ну как Что делает Ну как что делает Допустим Олениха Или Некоторые животные Они начинают Писать Мочу Разбрызгивать Это феромоны Ну и самец Это чувствует Начинает прыгать И так далее А как у нас У людей Это происходит И вот девушка У нее волосы Голова Потеет Волосы Сальными Ну сколько раз Моете голову И вот смотрите Потрясающий Распылитель феромонов Это волосы И девушка Как делает Для чтобы усилить Это распыление Она начинает Смеяться Вот так вот Трясти головой Говорит Да да конечно Вот так вот Что она делает А мальчик рядом И там да Ой ну как здоров А потом это идет Откровенно Он сидит уже В метро Ее обнимает И целует ее В голову И свой нос Запускает в волосы Понимаете да То есть Совершенно откровенно Это уже происходит Поэтому смотрите Во всех культурах Подчеркиваю Во всех культурах Абсолютно во всех Ну можно сказать Опять же Меня чтобы не обвинили В категоричности Может быть и есть Какие-то конечно Исключения Смотрите Целомудрие Волосы прибраны У нас например Это была Тугая коса Платок Кстати сказать Слово опростоволосилось Это вот как раз От того что Жена могла Показывать только Свои волосы Мужу Особенно распущенность Слово распущенность Вот я говорил с филологами Они говорят что Разное происхождение Но одно из происхождений Это распускать волосы Распускать волосы Это все равно Сейчас сказать Раздвинуть ноги Понимаете То есть женщина Могла распускать волосы Только перед своим мужем Кстати сказать Если раньше Проституток Вот например До революции Если например Посмотреть В Европе Они допустим Выглядели достаточно Ну на улице Достаточно В общем-то Платье Все Ну конечно Грудь Плечи Показывали И распущенные волосы У них были Распущенные волосы Все женщины Предпочитали ходить Как раз Волосы были прибраны В этом смысле Как раз Получается Платок Например Когда Просят в храме Платок иметь Ну в общем-то Практически нет Никакого религиозного смысла Смысл вот в этом Как раз Заключается Чтобы Ну можно сказать Не было такого Вот Воздействия Запаха И конечно Когда вы приходите Как вами управляют В экономическом смысле Ну конечно Духи И кстати сказать Запах Вот смотрите Усилие Для чего Вся косметика Вот Навязывание этих Искусственных запахов Все это для чего Для того Чтобы в голову Вбить Вот этот вот Культ секса Для того Чтобы вокруг него Вот вся экономика И крутится А когда вы приходите В магазин Например Пришли вы в магазин Не знаю Там Какой-то супермаркет Вы заходите Вы знаете Да Что ставят Там прячут В некоторых местах Специальные Ну скажем так Источники запаха Например кофе Или чего-то печеного Да Такого Хлеба Для чего Для того Чтобы вас возбудить Что Аппетит То есть вами Буквально Можно сказать Действительно Манипулируют Это достаточно Всем Известно Да Ну теперь Давайте Дальше Дальше Ну акустическая И допустим Слуховая информация Вот смотрите Откуда мы Сейчас ее черпаем Откуда мы Сейчас черпаем Ну во первых Это конечно Телевидение А потом интернет Как Вот Кто из вас Поднимите руки До конца Читает статьи В интернете Во первых У нас Самый большой Бич На сегодняшний день Следующий Что мы в интернете Ну во первых Вот смотрите Мы в интернете Не способны сейчас Усвоить информацию полностью Во первых С экрана Трудно читать книги И даже если мы видим Стадии Мы хотим Ознакомиться с статьями Мы читаем Только заголовки Во многом Да Ограничиваемся Потом Если мы открываем Какую-то понравившую нам статью А там шесть вкладок Одна Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Сколько обычно читают Вот столько А кто-то вообще Вот столько Это поверхностное Восприятие информации Более того Люди сейчас Не способны Молодые люди Усвоить Сложную Ну скажем так Аналитическую информацию Какую информацию В основном ищем И какую Ну например Если вы посмотрите Что люди друг друга Распространяют в контакте На стены вывешивают Какую информацию Информацию уже готовую Которая не предполагает Размышления То есть Не предполагает Рефлексии То есть Рефлексия Это сознание человека То есть смотрите Система Каждый раз Должна себя Тестировать Какие у меня Ошибки появились Какие у меня ошибки Какие ошибки Организм например Это делает При помощи иммунитета Понимаете Если у вас где-то Что-то болит Это очень хорошо Значит вы живы Знаете что такое Признак живого Если вы утром Просыпаетесь У вас нигде ничего Не тянет Не болит И вообще Не тянет Значит это что Вы мертвы Признак живого Это болезнь То есть Система работает Только тогда Когда она ошибается Если говорить Таким механистическим языком А у нас Отсутствие рефлексии То есть Подаваемая информация Не предполагает Размышления Допустим Над собой Себя в мире И так далее И так далее В этом смысле Хотелось бы привести Такой Знаете Такой принцип Стоматолога Или такой Пример стоматолога Не знаете Нет А я вам объясню Потому что я его придумал Вот вы Смотрите Вы приходите В стоматологическую поликлинику Вот когда вы уважаете науку Вот когда вам наука Вот настолько близка И вы прям Вот хотите ей заниматься Ну не то что заниматься А когда она вам Очень близка к телу А когда вы приходите В стоматологическую поликлинику Да И Ну вы знаете Что все придется заплатить. Вы смотрите, стоят, значит, дверцы, да, и вот на одной двери написано, что прием и лечение ведет доктор медицинских наук, профессор заведующей кафедры стоматологии, заслуженный врач Российской Федерации, да, вы к кому пойдете там? Понимаете, вы же когда болеете, вы же хотите, чтобы вас лечили по принципу доктора хаоса, правда, да? Правда? Со всеми последними достижениями науки и техники. Вот здесь инстинкт самосохранения срабатывает в пользу объективной такой, да, картины мира в объективной науке, правда, да? А все остальное нет. А вот когда вы, вот я вас сейчас испугаю, будете бояться ходить к стоматологам. Вот вы придете к стоматологу, да, и вас будет стоматолог лечить, да? Там, допустим, не будет написано, что это доктор медицинских наук. И вот давайте теперь рефлексивно подумаем. А вы думаете, что он сидел и реально учился в своем университете? Он реально читал лекции, точнее, не читал, писал лекции, бегал профессору, потом задавал вопросы, брал методичку, так, методичка, какая дополнительная ритурь, бежал в библиотеку, брал эту дополнительную ритурь, читал, потом бежал в морг, просился, дайте я по ночам зубы посверлю, пожалуйста, дайте, 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 понимаете, нет? Нет. От ужина отказывался, чтобы поехать купить себе книг и почитать этих книг, понимаете, нет? Вы так думаете, что он так учился, правда? Он же не так, как, ну, я не хочу говорить вы, а хотя бы нет, вы например, да? Например, спали на лекции, а на эту лекцию я не пойду, да плевать не буду, я эту книжку читать, или ограничивались только учебником. А что такое учебник? Что такое учебник? Вот взять учебник, это направление, просто направление, понимаете? А дальше-то нужно углубляться в научно-практические пособия, в монографии, там, в статьи и так далее, и так далее. То есть это все равно, что вы пришли в ресторан и вам подали прекрасный кусок мяса, да, там, гарнир и горошек зеленый. И вы взяли горошек, съели, там, понюхали мясо, сказали, все, спасибо! Понимаете? То есть вот принцип образования, какой у нас на сегодняшний день происходит. Понимаете? Вы, когда у врачей сейчас будете лечиться, вы подумайте об этом. Подумайте о тщательности, о тщательности образования. И в этом смысле, вот смотрите, вот важность образования в этом, да, вот в чем она происходит. Вот нарисуем такую простейшую модель человеческого общества, да, вот один человек, есть такая схема, вот второй человек. Вот так или иначе, универсальный метод передачи информации какой? Им пользуются животные, в частности люди. Люди ничего лучше не изобрели. Вот медведица выводит своих медвежат. Как она их обучает? Медвежата смотрят на маму, она эту травку скушала, они тоже эту травку скушали. Медведица повела их, вот из этой лужечки попили, они тоже попили, да? То есть как она? Она их обучает на собственном примере. И меня когда спрашивают, как вы воспитываете своих детей, я говорю, я их вообще не воспитываю. Они говорят, как, вы с ума сошли, надо же их воспитывать. Я говорю, я себя воспитываю, потому что я не понимаю, как там, например, четырехлетнему ребенку объяснить, ну зачем ты вот это сделал, ну зачем? Вот зачем? Вот у меня дочка, например, боялась подойти там к доктору. Она на осмотр простой, плакала и плакала, плакала и плакала. Ее успокаивали, игрушку купили, она плакала и плакала. Боюсь и все. Она говорит, я боюсь, что сделают укол. Хорошо, правда или неправда, меня затащили, ее врач осмотрел, укол не делал. Вывели, я говорю, ну что ты плакал? Она говорит, на всякий случай. Понимаете? Ну вот как вот, на собственном примере исключительно. А когда, или, например, когда ребенок не будет плакать? Когда заведут другого ребенка, который не плачет, которого сделают укол, и он придет, тоже не будет плакать. Понимаете? На примере. И еще другой. Тоже, свое родо, на примере, но когда мама, медвежи, начинает играть с медвежатами. То есть это теория игр, в теории систем. Понятно, да? Вот все образование строится, это наблюдение теории игр, наблюдение теории игр, пример, да? И тогда это практика. Ну а теория игр, в частности, это своего рода какая-то практика. Отработки каких-то идеальных конструкций на практике. А теперь смотрите, вот это, допустим, другой человек, источник знания, а вот это вот объект. Или другой субъект, субъект получателя информации. Смотрите, вот этот человек что-то делает. Вот смотрите, вот этот человек что-то делает, действие производит. или что-то говорит в любом случае действие и вот идет информация к нему идет 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 значит вот для этого человека вот тот кто делает вот он видит вот видит и слышит его это он видит явление но это же ничем не отличается когда не знаете падает башенный кран или человек что-то говорит все равно это явление своего дальше смотрите вот информация проходит у него в сознании как она сохраняется не в голове виде образа потом он в соответствии с этим образом в соответствии с этим образом этот человек начинает что тоже говорить или действовать свои получатся явление образ действия стоит другой человек он видит как этот человек что-то говорит то что он видит это для него это очень распространенная такая схема действия и так далее, понимаете, да? более того, вот этот человек например, он отвлекался на занятиях и он, допустим, не очень что-то понял или, к примеру, он был в состоянии влюбленности а Наталья Петровна Бехтерева, наш выдающийся исследователь ну, скажем так мозга, да, и покойный уже Царствие Небесное, она говорила, что состояние влюбленности по энцефалограмме головного мозга напоминает невроз буквально такое психическое расстройство. Вот он был влюблен, и он вдруг какую-то важную очень информацию недополучил. Соответственно у него состояние системы состояние системы было, допустим ну, неадекватное, соответственно он воспринял какую-то часть информации он какую? Он эту передаст? Эту передаст. Соответственно, он что вот здесь вот появилась ошибка? Он эту ошибку передаст. Такой получается как бы испорченный телефон И иной раз вообще невозможно найти источник информации Ну а теперь представьте Это хорошо, когда вот здесь вот человек Нам подает информацию какую? Положительную, правильно А теперь представьте, вот это допустим Ну там Тимати или Ксения Собчак Вот это Ну вот представьте себе, да? А теперь представьте, вот давайте запишем слово такое Образование Образование То есть это как бы Выражаясь таким гуманитарным таким языком Это как бы такое системное формирование образов внешнего мира Понимаете? То есть вы представляете хоть какая ответственность находится у педагога? Образование А теперь смотрите По скорости передачи информации Например, вот книга И вы будете этот образ формировать А книгу естественно Ну может быть опосредованной передачи Вот эту книгу написал человек А мы не имеем прямого контакта И читаем эту книгу У нас образ формируется неделю Ну неделю читаем книгу А к примеру, представьте, у нас фотография У нас образ как формируется? Мгновенно Вы посмотрите, как интересно А вот икона Как называется? Образ А икону еще называют Образ в красках То есть или богословие в красках Вот вы можете взять богословский трактат И читать его неделю А есть вот икона Представляете? Скорость передачи информации Или, например, есть плакаты Вот приходим в военную часть И везде-везде-везде плакаты Разобрать так Разобрать так Фактор ядерного взрыва Фактор того А теперь представьте себе Вы идете по улице Какие вы образы видите? Какие образы видите? Ну, я просто не буду уже повторять Вы образы видите Макс Ну, я не хочу сказать Относительно положительности образов этих Или отрицательной Ну, вы сами можете делать Определенный вывод Соответственно По принципу передачи информации По принципу передачи информации Ну, вот, кстати сказать Образование, учитель В этом смысле Практически во всех таких Ну, во-первых Если брать Государство Цивилизацию Общество Да? Вот историю Или обществоведение Это одна из самых уважаемых Профессий вообще была Да? Всегда Значит Кстати, сказать тоже Древний Рим распался Знаете, в какой период? Когда люди уже абсолютно Не интересовались Например Раньше люди там ходили На дебаты Софистских школ Они знали Допустим Своих мыслителей Да? Они почитали Они ходили просто послушать Например Какие-то поэмы Они ходили Да? И так далее Вот это было очень интересно А Рим Распался В частности Еще почему? Потому что Они потеряли идеалы Они перестали знать Своих Ученых Они перестали интересоваться Вот идеальным миром Да? Они перестали интересоваться Вот поэзией И так далее И так далее А чем они стали интересоваться Хлеба и зрелищ Хлеба и зрелищ Все И собственно говоря Они потеряли Вот эту вот Ну можно сказать Идеально так Духоносность что ли И Ну в каком-то смысле Духоносность Ну потому что Это был По сути дела Примпалтохристианский В общем Вопрос можно сказать? Да Принцип понятина Схема То есть У одного образ Портится И дальше Дерасскажение информации Да? Угу На человек же Сложная система То есть он пытается Вот это перепроверять Разные же источники Да? А вот я об этом скажу Я об этом скажу Это мы будем с вами Мы поговорим О одной из методов Познания Ну к примеру Такой критерий В познании информации Или восприятия информации Как объективность Потому что вы например Смотрите Различные передачи Да? И там вы не объективны Нет Вы не объективны И так далее А хотя Давайте я сейчас И скажу Для того чтобы Не уходить далеко Ну давайте так разберем Вот перепроверить Как можно перепроверить информацию Есть такое выражение Цена информации только та Которая перепроверена Я поскольку криминалист Мы всегда перепроверяем Любую информацию Всегда Вот смотрите Вот стоит человек Вот стоит Ну я обычно рисую пример Елочка А вот здесь вот кривая Там веточка А здесь вот так А здесь филин сидит А здесь например муравейничек И так далее А вот человек стоит Он вот эту елочку Видит Слышит И так далее Вот смотрите Вот он получает информацию Это что такое объективность И вообще говорят так Философии Объективности не может быть Потому что человек субъект Для него все субъективно Вообще идеально Вот как вот этот объект познать Вопрос Знаете как идеально его познать Вот сам себе объект Содержит 100% информации Вплоть до последнего атома Да Сам себе объект Вот мы познаем 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 Мы можем подойти Попробовать Постучать Попробовать Выдернуть эту елочку Соответственно Как вы думаете 100% информации Сколько вот здесь Будет в образе Вот сформировался Сознание Образ этой елочки Сколько здесь будет 1% Нет ну допустим Половину Вы уже не будете знать Потому что это корневая система Она бывает даже сложнее Чем то что мы видим Правда да Так ведь Вы точно цвет Не можете передать И так далее Ну допустим Напишем здесь Ну где-то 20% Как это Ну значит Когда будет объективность Посмотрите А теперь мы берем И вот другому человеку Начинаем рассказывать Об этой елке А человек не видел Эту елку И вот мы передаем Всеми возможными способами Всеми возможными способами Смотрите Вот как вы думаете Сколько вот здесь Будет процентов От 8 8 Ну допустим Ну хорошо В лучшем случае Там не знаю Ну 10 давайте Половину хотя бы передали Вот это вот соотношение И будет называться Объективностью Понятно То есть Максимальная степень Соответствия Исходному объекту Вот этой информации Классически Идеально Как можно Вот эту елку Познать 100% Как Взять Ну вот допустим Человека так нарисуем И вот объект Это елка И идеалистически Человек берет И поглощает Вот эту елку Внутри себя То есть он как бы Становится частью елки Есть такой метод познания Допустим Можно сесть Есть такой метод познания И начать медитировать Я не человек Я елка Я ветвистое дерево Ну что вы смеетесь Такой метод есть И так начинают Ну так вот Познавать объект А то есть Конечно Если вы что-то не видели Ну я на прошлой лекции Говорил принцип шоколада Да Помните наверное Если кто-то был Если вы соответственно Что-то не знаете Не пробовали И так далее Вы даже об этом Подумать не можете В этом смысле У нас один есть путешественник И он на телеканале Вот у нас есть Моя планета Кажется называется Давал интервью И он говорит У меня жена В общем там осталась Значит Его женили там В одном племени Я говорит Скоро туда вернусь И он рассказывал И он пытался Там аборигенам Рассказать Что такое лед И он говорит Ну вот вода Он вода Вода Вот она бывает жидкая Бывает шпар Бросил в костер Ну ночью Охотникам это рассказывал Значит он с ними охотился Говорит А вот бывает вода Как И взял Как камень Вот так постучал Как камень вода Они так на него жат И стали над ним смеяться Вода как камень Ага Больше нам рассказывать А потом к нему подходили Говорит И вот сколько я там ни был Они подходили Так Один ко мной подходит Так рядом сядет Вода как камень Ааа Вода как камень И по-моему Он даже чуть ли не кличку Там получил Вот такой Вода как камень Соответственно Им Они совершенно понять это не могут Это совершенно другая система Координат Мышления Да Теперь смотрите Что интересно получается Как максимально восполнить Это число Ну во-первых Объективными методами Какими-то Да Например Мы возьмем фотоаппарат Мы возьмем видеокамеру Да Мы увеличим это число Мы это число увеличим Но опять же смотрите Мы будем видеть этот объект И для того Чтобы постоянно повышать Это число Нам нужно постоянно видеть Хоть какой-то слепок Этого объекта Как еще увеличить этот объект А теперь смотрите Это возможности Передачи информации Вот этому Вот этому человеку Смотрите Как увеличить А какие ассоциации у человека Насколько развита у него Допустим Техника описания Словарный запас Ну к примеру Сейчас у многих Ассоциативный ряд Абсолютно нарушен К примеру Человек уже В описании объектов Не использует Общераспространенные ассоциации Я могу допустим Привести огромное количество Примеров из Протоколов следственных действий Когда допустим Пишут Когда уместно написать Объект Цилиндрической формы Ну например пишут Ну из такого Что же цензурное Такое Ну допустим Кабачкообразный объект Я обычно говорю Ну как вы можете написать Кабачкообразный Кабачки разные вообще-то бывают Понимаете Разные абсолютно бывают Ну самую-самую Хохму Я в протоколе видел Такую На трупе повреждений Кроме свидетельства О браке Обнаружено не было Или Допустим ППСники задержали Человека И написали Почему задержали Потому что Матерился Был пьяный И помочился По сухому В скобках Стояла Расшифровка Расшифровка Значит Что они выразили Словом Помочился По сухому Громко пукнул Вот когда я вижу такое Когда я вижу такое Меня обычно Начинает феерическая картина Вот сидят Двое-трое И пишут Помочился По сухому А в этот момент Вот где-то летит Сатурн Вокруг него Там Спутник Да Или там Юпитер Там Спутник Европы Ганимед И вот Понимаете Такая феерическая картина И наша галактика Вот потихоньку Крутится А тут вот сидят Помочился По сухому Понимаете Такая Абсолютно феерическая картина Соответственно Человек должен Мыслить Такими Образами Да Вот можно сказать Ассоциативный ряд Должен быть Крайне развит И смотрите Человек Безусловно Общественное Такое Существо Системное Системное Подчеркиваю Существо Почему Потому что Откуда он берет Вот это все К примеру Если вы возьмете Вот вас сейчас Любого вот взять Вот любого взять И бросить на небитаемый остров Например Вот у меня вот Была так Ну Студентка одна была И она Я вообще Я Как бы Исповедую Я так Говорю По научни Я исповедую Принцип абсолютной Свободы Знаете Сейчас Свобода Свобода Главная Вообще Свобода Философия Это один из видов Ответственности Я говорю Хорошо Я опять Пример про шоколад Вы любите шоколад? Люблю Я говорю Прекрасно А знаете где вы можете Быть абсолютно свободны? На небитаемом острове Я говорю Вы там никого не можете Нарушить ничего И вам никто не может Ничего плохого сделать Правда? Вы же абсолютно свобода Абсолютно свобода Но знаете что вы там не найдете? Вы не найдете там Свою любимого Чего? Шоколада Потому что это продукт Чего? Это продукт общества Я говорю Или вы сами будете его делать? А вдруг там Не растет шоколад Соответственно Что вы должны С такой свободой Делать? Соответственно Смотрите Если мы человека берем И бросаем На небитаемый остров Человек Если он не будет Ежедневно тренироваться В произнесении речи И так далее И так далее Что-то писать Он в течение года Теряет половину Словарного запаса Ну кто-то по-разному считает Пол словарного запаса Он потерял Понимаете? И он начинает дичать Это замечательно описал Жюль Верн Помните Дети капитана Гранта Когда они нашли Капитана Гранта А до этого Они нашли кого? Моряков Вот Кажется Как корабль Британия Кажется назывался Не помню Значит И Они одичали Они бегали Как Такие дикие обезьяны А капитан Грант Когда он с ними Разговаривал У него трудности были Какие-то Ну вот Например Некоторые слова И он даже сам для себя Писал дневник И перечитывал Для чего? Для того чтобы что? Не одичать Это еще доказывает то Что самая высшая ценность Для человека Это должно быть общество А тот кто презирает общество Или стал Таким Индивидуалистом Это по сути Антисистема Иначе Вот Современное общество Превратилось В такую Толпу Индивидуалистов Можно сказать В толпу Одиночек Такая совокупность Индивидуальных людей Или Чрезмерная Индивидуализация Человека А зачем Это делается? Я вам уже говорил Что в систему Достаточно загрузить Определенный вирус Для того чтобы сказать Элемент А ты сам по себе система Чего ты с этим элементом Сотрудничаешь Ты лучше его И получается что? Получаются Такие антисистемные явления Система начинает Потихоньку Распадаться Но это еще Не совсем такая Объективность Это такое очень Упрощенное Понятие Объективности Ну давайте теперь Вот Как разбежемся Смотрите А вот здесь Вот смотрите Разве это В качестве принципа Было дано Мышление Ну чтобы человек Разбирался Вот сейчас Поймете Вот летит самолет Вот стоит комплекс ПВО допустим Ракета Вот ракета Должна взлететь И найти этот самолет Самолет Находится В пространстве Вот у нас РЛС Она дает Одну координату Допустим Дальность Этого достаточно Чтобы ракета нашла? Нет Значит РЛС номер 2 Она дает Например Направление Это достаточно? Нет РЛС номер 3 Который дает высоту А теперь достаточно? Высота Направление Ну а там Да? Дальность Понятно да? Соответственно Сложение Как можно Скорость рассчитать Понятно да? Соответственно Информация пошла В ракету Ракета Понимает Точные координаты И полетела А теперь смотрите А если вот еще Будет РЛС Еще будет РЛС Еще И координат Будет больше У нас что? Просто увеличится Точность Правда да? Ну теперь у нас РЛС не 3 А у нас РЛС 1 Просто она называется Трехкоординатная Просто в одной РЛС Сразу 3 координаты Теперь смотрите Как это происходит Собственно говоря У нас в обществе Вот стоит человек Ну вот И вот он решил Допустим узнать Кое-что о Распутине Соответственно Вот он находится Здесь В 2010 В 2010 И А вот это событие Ну допустим В 1900 905 И так далее Вот он решил Кое-что узнать О каком-то явлении Соответственно Он находит книгу Самый простой способ Залезть в интернет Скачать Или пойти в магазин Купить Самый распространенный Кримин Ну допустим Покупает Эдварда Радзинского Книгу У него есть книга О Распутине Купил И начинает читать Начинает читать эту книгу Познает ее Допустим Он читает Воспринимает информацию Неделю Прочитал Дальше У него сформировался образ Дальше он встречает Другого человека С самого друга И вдруг Они заспорили О Радзинском О Распутине Этот говорит Нет Это было так Он говорит Да нет Я-то знаю И что начинает Ему излагать Вот этот вот образ Я-то знаю Вот как вы С друг другом спорите Прочитали Посмотрели Что-нибудь Я-то знаю И начинаете Все это передавать А теперь вопрос А вы учитываете Вот как я вам объяснял Состояние Вот этой вот системы Которая фиксировала И исследовала Вот это вот событие Вы это учитываете? Нет Мы не учитываем Мы должны это учитывать Ну допустим Что это должен быть Какими методами Он пользовался Как ли он все это Например Описал А теперь смотрите А как бы было Более объективно Соответственно Ну хорошо Возьмите Радзинского Вы Он кто по образованию? Он историк конечно Но он Он же историей занимается Можно сказать Ну как сказать Ну можно сказать Профессионально Но есть люди Которые работают Например В институтах истории Российской Академии Он взгляд Допустим Театрал Такой художественный Такой историко-художественный Взгляд Но мы возьмем Кого-то профессионала Современника Один Одна координата Соответственно Смотрите Кого мы еще должны взять А кто более точно Мог определить Здесь же время прошло Современник Современник Должны взять книгу Современника Еще одна координата Соответственно Может быть возьмем иностранного еще одна координата потом еще кому еще одна координата а для смотрите да а как у нас в образовании теория эволюции это извините это все уже причем смотрите нам в принципе честно говорят что эта теория то есть в принципе никто не доказал ее до сих пор пытаются доказать правильно вообще нет берут и один вот просто взгляд вот так вот этот дают и все в этом смысле одна из цель образований как бы знаете что сделать вот одна из вот хорошо я сейчас поясню смотрите вот опять же нарисуем общество вот я поясню смотрите вот какова цель образования вот нарисовали общество да вот каждый отдельный человек и так далее смотрите а вот здесь еще раз принцип то же самое изменяемая среда причем неважно эта среда создана искусственно или естественно природа она меняется смотрите вот здесь вот я а вот здесь вот вы а вот здесь вот еще там вот смотрите вот у меня есть сектор ответственности я отвечаю вот за это вот воздействие я должен перед формацию передать вам но я сам организующая система я со свободной воли и система понимаете нет я сам принимаю решение как эту информацию оценить И так далее, оценив ее, я ее передаю Понимаете? И вам говорю Готовьтесь Вы, соответственно, мне передадите и так далее Соответственно, смотрите, а что, вот если Возьмете, вы, к примеру, заболели То есть вы выбываете из системы Что должны сделать, вот рядом стоящие элементы Что они должны сделать? Они должны перехватить Вот это вот И пока вы Возвращаетесь в строй Взять, как бы, вот этот сектор на себя Понятно, да? То есть помочь А потом обратно вам отдать Понятно, да? А если вдруг вы, ну ладно, это объективно Допустим, вы взяли и заболели А что, если вы неправильно оцениваете Эту информацию? Или вы меня постоянно Переспрашиваете? Понимаете? Вы меня отвлекаете от этого сектора То есть я хочу Чтобы вы были самостоятельны В оценке информации Понимаете, нет? Вот цель образования И образование, как бы, это еще раз повторяю Вот голова человека А вокруг сверхсложная система Под названием природа Вот эта система И вот Есть вот другие люди Которые это все изучили И пытаются ученику Вот здесь вот сформировать Адекватную Ну это очень идеально Адекватную систему Внутри головы Вот как бы полный аналог Как бы природы Других людей Понятно, да? Чтобы мы могли с этим взаимодействовать То есть принцип того Что я хочу, чтобы вы были Самостоятельны Вот здесь А у нас какое нарушение принципа? Во-первых Нам не дают вот этого принципа Самостоятельности сейчас Ну, к примеру Замечательным бы было Развить в человеке рефлексию К примеру Рефлексия Это как бы самооценка Еще раз повторяю Вот человек должен Ежесекундно себя Как бы оценивать Сопоставлять с другими людьми Ну не в том смысле Я лучше его Да? У меня мощнее машина Да? А он скажет А я вообще на закиси азота езжу Да? И так далее Ну это вот молодым Понятно, конечно Что такое закиси азота Вот А этой самооценки нет Вам же информация дается В готовом виде То есть вы Еще раз повторяю Вы в интернет залезли И вам информация подана В готовом виде уже Вам не нужно думать Абсолютно не нужно думать И есть какие-то костыли К примеру Подается сложная информация У вас есть костыль Калькулятор Специальная программа Для решения Понимаете, да? То есть никто из вас Не берет Нет Я возьму это Сам решу Понимаете? В этом смысле Задача педагога Знаете в чем? Вот выбивать эти костыли Это жестокая задача Я, примеру Ну вот Когда учу Своих студентов Я, примеру, так и делаю Понимаете? Вот как сейчас студент Современно отвечает Он встает На месте Да, у него книжки все открыты И он так подглядывает Там что-то отвечает Ну преподаватель Ну что-то ответил Ну уже три там Ну более-менее складно Ну там четыре Нет, я говорю Так, книжки все закрыть Дайте, как в школе Убрать Вы должны читать дома Так, при ответе Выходить сюда И отвечать И пятерочники Скатываются в двойки Потому что человек Не может воспроизвести Понимаете? Опять же, можно Важный факт Воспроизвести информацию Мне кажется, это авторитет Или доверие Если я доверяю Я... Конечно Так это ребенок Ребенок постоянно ищет Конечно, авторитеты Человек вообще всегда ищет авторитеты В каком-то смысле То есть Своего рода есть Это подражание Да, то есть Идет информация От человека какого-то Мы, соответственно Его должны оценить Этого человека Допустим, для ребенка Непререкаемый авторитет От его родителей Посмотрите на родителей Пришли в песочницу Ребенка отправили в песочницу Сами сидят и пьют там Ягу, да Ну ягуар там Или там пиво Сидят, курят А ребенок на это все смотрит А потом удивляются А в кого он такой Понимаете А чего у нас такие дети Вопрос надо задавать по-другому А чего у нас такие Что это у нас такие родители Что у нас такие дети Понимаете Вопрос-то всегда вот в родителях А теперь смотрите Какой принцип Вот смотрите Если вот этот элемент исчезнет Помрет Куда Кто должен будет отвечать За этот сектор ответственности Я И еще вот он Соответственно смотрите На меня нагрузка увеличится Соответственно я могу погибнуть Но не справиться с этим Правда Соответственно самая высшая ценность Для меня Это рядом стоящий элемент И вся система в целом Потому что за пределами системы Я погибну Я не выживу А теперь смотрите Как у нас происходит Взаимоотношения А мне плевать на ваши проблемы Решайте их сами Вам дано задание Выполните Хоть разбейтесь Хоть умрите Понимаете, да Какой принцип системности нарушается Ну вообще принцип системности нарушается Правда А как надо отвечать Мне интересны ваши проблемы Я готов вам помочь Если это объективные проблемы Если вы их не надумали себе Специально Я вам помогу А у нас как это что По телефону Как это Бизнес Как у нас Современные корпоративные методы управления Как у нас устроены Как Вот так вот А знаете Когда вот все это нарушается Вот ценность элемента Когда Вот ценность элемента Когда мы четко понимаем ценности элементов. В городе, допустим, это не видно. Ну, умер человек, умер. Правда, да? Ну, в городе, знаете, почему этого не видно? Потому что очень много элементов. А возьмем деревню, колхоз. И вот пассивная. И, допустим, раз, и умирает механизатор, золотые руки, который там полчаса, и трактор поехал, да? И что? Берет председатель, говорит, все, сорвалось у нас все. Понимаете? Вот она, ценность элемента. А мы здесь это не видим. Понимаете? Вот она, пожалуйста, это как бы... гуманитарное изложение теории систем. Значит, дальше по объективности. Смотрите. Как мы можем всю эту информацию перепроверить? Во-первых, эти источники независимые, раз. То есть координаты вот эти. Но, смотрите, вот это явление, да? Вот, значит, берем камешек и бросаем в воду. И пошли круги. Бух-бух-бух-бух. Пошли круги. Соответственно, смотрите. Но есть были ведь и другие люди, которые писали что-то, да? И вот, допустим, вот эти круги, вот это сочинение или вот эта книга, она конкретно не говорила о Распутине, к примеру, да? Но он в ней раз и упомянул. Это что? Появилось отражение. Видите, да? Вот это событие отразилось вот здесь вот напрямую, писали об этом, а оно здесь отразилось. И надо искать вот эти отражения. Еще как бы такие координаты. Иначе в ПВО это тоже так же используется. Ну, принцип вот радиоакуационного поля. Вот стоит вот, опять же, система ПВО. И множество РЛС везде. А есть пункт управления. И вот, допустим, летит цель. А если это стелс? Вы знаете, что достаточно трудно определить самолет. Вот одна РЛС обнаружила его, передала в пункт боевого управления. Но сигнал неустойчивый. Вторая РЛС его поймала. Третья РЛС его поймала. Четвертая. И в пункте боевого управления вот вся эта информация, что складывается и оценивается, насколько объективна вот эта информация. Понятно, да? И тогда только передается уже зелитно-ракетному комплексу вот эта информация. А он уже непосредственно, ну, в луч узкий забирает вот всем и уничтожает этот самолет и уничтожает. Вот пример тот же самый. А как у нас образование в этом смысле строится? А перепроверенная информация особенно детям, потому что дети все воспринимают на веру. Я в прошлый раз говорил, что почему ребенка начинают учить 6 лет? Потому что он 6-7 лет. Потому что он автономен. То есть он может за собой пойти пописать, покакать, убрать за собой, да? Одеться самостоятельно. И он еще во все верит. Он все воспринимает на веру. И опять же, и вот сюда в него... А представьте, если его неправильно учить, то есть в него уже вот опять же формируется синапсы и так далее, и так далее у нас в головном мозге. Вот ребенок в головном мозге, мозг растет, и появляются синапсы, эти образы, образы накапливаются. А представьте, если информация ошибочная подается. То есть потом он становится чем? Распространителем. Вот в систему появилась вот ошибочная информация. Вот этот вот элемент, вот этот элемент спроектировали с ошибкой. Соответственно, как он будет функционировать? Он будет транслировать в систему что? Ошибку. То есть он будет усиливать хаос в системе, иначе будет усиливаться энтропия. А теперь давайте так вот. Вот что у нас сейчас делается с образованием, перепроверяются ли эти программы, насколько они объективны, насколько они адекватны, ну и так далее. Это ладно технические, вы можете перепроверить, а гуманитарные? Понимаете? Опять же, если возьмем теорию эволюции, а что такое теория эволюции в этом смысле? Смотрите, вот человек. Так или иначе, человек, он ведь нормальный человек с точки зрения рефлексии, он задумывается о том, что, ну, откуда он произошел. А ему, смотрите, с точки зрения информационной агрессии, ему изначально в подсознании, в сознании, в подсознании, смотрите, говорят, человек, а ты вообще от животных произошел, буквально, от зверя. Ты зверь человек. А у него инстинкты. То есть это так или иначе, такой инстинкт, как бы реанимации таких звериных инстинктов. То есть, когда себя человек начинает ассоциировать с чем? Так или иначе. То есть, что мы, в принципе, то есть, это не говорится, что человек конкретно произошел от зверя. То есть, мы, как бы, произошли все одинаково, на одном уровне. Понимаете? И так далее. И в этом смысле, смотрите, как еще передается информация. Человеку вот... Во-первых, идет сенсорная перегрузка человека. То есть, информация передается таким образом, чтобы абсолютно забить информационные каналы. Опять же, пример из систем ПВО. Смотрите, вот стоят комплексы, защищают город. Вот вражеская сторона. Как забить работу вот всей системы ПВО? Всего района. Вот со стороны противника берут и засылают на территорию огромное количество воздушных шариков, которые несет уголковый отражатель. И комплекс, да, ложные цели. И появляется множество-множество целей. И забивается работа чего? Комплекс не успевает их обработать. А в это время стартуют крылатые ракеты и полетели, полетели, полетели. Понятно, да? То есть, у нас сейчас информационное пространство зашумлено. То есть, человек, во-первых, вот даже вот если использовать этот метод, во-первых, он не может даже разобраться в этом. Это буквально сделано специально. Вы не можете даже разобраться вот в этом сверхшуме. В этом смысле уместно привести Оруэла, 1984-й. Он как говорил? Обществом будут манипулировать методом чего? Недодачей информации, да? Информационный голод. И вот так вот манипулировать. Другие фантасты ему говорили, не так будет. Они же футурологи, они предсказывали будущность. А другие говорили, не так будет. Человеком будут манипулировать при помощи чего? Переизбытка информации, чтобы он вообще не нашел никакой информации. В этом смысле есть очень интересная схема. Вот смотрите. Вот человек. Ну вот в интернете есть лекции разные. И там вот приводят эту схему. Ну уместно было бы ее несколько конкретизировать. Смотрите. Вот это истина. Вот это ложь. Я ее приводил в прошлый раз. Соответственно, если человек знает, что такое объективность, знает методологию познания. Вот это вот методология познания. Понятно, да? Вот отражение, объективность. Вот вы теперь знаете, что мало прочитать одну книжку. Что помимо того, что надо прочитать одну книжку, нужно еще углубиться. А вот к примеру, прошу прощения, вернусь к Распутину. Вот смотрите. Вот здесь написали, что... Как Родзинский нам объяснял. Помните по телевизору? И вот он жрал эти пирожные. Помните, да? Один за другим. А князь был в ужасе. Ну вы знаете, там такое было количество цианида, что там... Ну, конечно, статьи такие там о том, да вы что, цианид. Сахар разрушает цианид. Это сахар там, вы что? Все было... То, что он там, это Распутин бегал, вы убить не могли, да? Есть судебно-медицинское заключение вообще-то. Я вот криминалист. Мне нужно... Есть судебно-медицинское заключение. Распутин был убит, он умер от выстрела. Я сейчас точно не помню. В бок кажется. Выстрел. Первый же выстрел, он практически все. Сразу практически умер. Еще был контрольный выстрел в голову. И, кстати, недавно Ми-6, британская разведка, опубликовала, внешняя разведка опубликовала там мемуары, где она сказала, кто, что ее агент участвовал вот в этом убийстве. Есть имена конкретные. Этот агент был, кстати, другом Юсупова, потому что они вместе учились. И так далее. Смотрите. А кто подкладывал... Давайте перепроверим информацию. А кто подкладывал цианид в пирожные? Доктор Лозаверт. Прекрасно. Где был доктор Лозаверт? Эмигрировал потом, да? Прекрасно. Доктор Лозаверт что-то оставил? Оставил. Знаете, что он написал? Я не мог отравить... Я не помню. Ну, вино. Налил не синилюкис, а что-то такое. А им это не сказал. Более того, Юсупов же тоже эмигрировал и другие. Соответственно, у них показания-то даже не совпадают. А потом есть, по-моему, три медицинские экспертизы. Кстати сказать, когда Распутин вот лежал, на его теле было огромное... Когда осматривали, огромное количество гематом. Более того, со щеки были откусаны буквально. На себе нельзя показывать. Откусаны буквально. Куски кожи и так далее. Его... То есть, вот князь, вот эти все. Знаете, что они делают? Вот он лежал, Распутин, а они его избивали. Гирька такая была. Такая 800-граммовая гирька. Они его избивали и рвали его зубами. Это вот в суде на медицинском заключении. Нигде он не бегал. Они просто хотели труп утопить и так далее. Нигде он не бегал. Понимаете, нет? Вот принцип проверки информации. Теперь смотрите. Если человек обладает вот этим принципом, вот у него хороший ассоциативный ряд, он интересуется настоящим, он прекрасно осознает методологию прошлого. Кстати, по поводу методологии прошлого. Как нам говорят об истории? Скажите, пожалуйста, что важно? Вот что важно? Знание факта или причина следственных связей? Нет, нельзя так вопрос ставить. И то и другая одинаково важна. Конечно. Я по-другому. Вот что вам более близко, особенно девушки. Девушки, они больше чувственно мир познают. Вот как раз мужчины фактологически, а они чувственно. Вот смотрите. Девушке в конце концов, и очень нужно потом узнать, вот как бы мужчина ее полюбил, и она пока этим удовлетворяется. Он ее любит, все прекрасно. И она пока удовлетворяется фактом, что ее любят. А потом она начинает мужчине задавать вопрос. А за что ты меня полюбил? А вот что тебе больше не надо? То есть ее что? Ее причинно-следственная связь вот эта. Мальчики, придумывайте. Фантазируйте на эту тему, что там совершенно невероятные истории. Пусть это будет ложь, но она даже будет знать, что это ложь, но ей все равно будет приятно. Вот. Смотрите. Вот события. Исторические. Скажите, а нам по истории говорят причинно-следственную связь между этими событиями? Например, в результате чего началась Первая мировая война? Вторая мировая война? В результате чего? Понимаете, да? Нам это не говорят. Я задам такой вопрос. Вот был такой Древний Рим. В результате чего образовался Древний Рим? Ну-ка мне, скажите. Вот это вот называется. Вот если нет вот этих вот причинно-следственных связей, помните, я писал слово шизофрения. Вот это называется, значит, фактологический кретинизм или фактологическая шизофрения. То есть, у человека набор фактов в голове. Вот современный, у многих людей сейчас... Да что у многих? У всех. Такой набор фактов в голове. И он не может соединить. Вот так же, опять, вот студент, да? Почему он не может, например, решить какую-то задачу и так далее? Потому что он не воспринимает мир как систему. Понимаете? А мы должны, опять же, вот этот принцип системности в истории. В результате чего образовался Древний Рим? М? Нет. Смотрите, ну вот цивилизация целая, слушайте. Ну она из чего-то-то появилась? Вот здесь вот что было? Вот здесь вот что было? Ну что нам в истории говорят? Ромул и Рэм. Их вскормила волчица. Правда, да? Помните в истории? Если бы их вскормила волчица, они бы стали Маугли. Следующей версии. И все. И этим удовлетворились, правда, да? А была такая Троя. Была? Ее разрушили. Ну, и потом, потом, оттуда вот пошли, пошли, пошли народ. И вот он основал Рим. Потому что есть троянские как раз цари, основали Рим. Смотрите, оказывается, по методологии. Ну, это же не дикие племена вышли вдруг. А пойдемте-ка цивилизацию сделаем. Ну, надоело. Ну, слушайте. Понимаете? А теперь представьте себе, сколько вы причинно-следственных связей вот не знаете. Это вот вы не знаете в гуманитарной истории. А представьте, сколько в технических науках вот этого вот не знает. Опять же. Вот там большая проблема в истории. Ну, особенно новейшей. Вернемся. Условно Суворово, да, книжка Суворова? Да. Все, история опирается на факты. И в новейшей истории есть масса архивов. Да, ну, фактически вся новейшая история из архивов. Но у нас нет доступа к этим архивам. Мы не можем анализировать факты. Нет, почему нет? Сейчас как раз имеете вы такую возможность. То же самое Суворово, которое вы вспоминали. Он якобы там капнул архивы, да, и на основании этих архивов он свою теорию выявил. Как мы можем спорить или не спорить? Ну, как мы можем вообще анализировать? Потому что мы же не можем пойти в архивы и посмотреть. Смотрите. Конечно, мы в некоторых моментах можем довольствоваться готовой информацией. Главное перепроверить источник. Например, чтобы был, к примеру, вот человек, который написал книгу, вы должны посмотреть. А кто это такой? Ну, к примеру, я вот знаю, люди вдруг берут книгу, да, там, и как развить свое мышление, как создать сверхмышление. Я говорю, кто это такой написал? И там написано, Лукьянова Светлана Петровна. Ну, к примеру, да, все совпадения случайны. Вот, значит, я начинаю искать, а кто она такая? Ник не нашел. Так, а ссылки, ссылки есть по тексту? Ссылок нет по тексту. Понимаете, да? Во-первых, я сразу смотрю, кто такой. Ссылки по тексту, да? То есть, должны быть, он написал что-то, откуда взял? Понятно, да? Ну, и так далее, и так далее. Потом, какой метод он использовал в своей книге? Понятно, да? И опять же, по отражению. А как раз вот в книге, вот в монографии, допустим, вот эти вот ссылки, это и есть вот это отражение. То есть, чтобы вы могли перепроверить. Сейчас огромное количество книг издается по чисто фактологическому материалу с какими-то выводами по архивам. Вот, допустим, сейчас вот книгу интересную выпустил, кажется, имя, не помню, Михаил Полтранин, кажется. Он был вице-премьером, кажется, в Ельциновском правительстве. Он возглавлял комиссию по рассекречиванию материалов КГБ. Архива КГБ. Потрясающая монография у него. Вот он просто, он просто уже понял, наверное, что терять нечего, надо вот просто рассказать какую-то правду, да? И так далее. И вообще в этом смысле, я еще раз повторяю, вот вспомните эту объективность. Человек в принципе вот не может досконально, стопроцентно познать мир. Не может, не может. Может быть, когда-то в будущем мы сможем. Ну, знаете, как Цилковский говорил, когда человечество превратится в лучистое человечество, то есть, когда мы потеряем физическую оболочку и превратимся в некие энергетические сгустки, мы тогда сможем проникать в объекты. Понимаете? То есть, проникнуло, знаете, как фантастическое, как привидение. В объект раз, залез, и внутри стола. Мы можем вот тогда вот мы объект можем как-то понять. Понимаете? А так вот, вот, вот так вот только мы познаем объект. И никак иначе. Соответственно, вот такая вот фактологическое восприятие истории. Соответственно, мы должны знать вот эту вот методологию. Как раз вот из смысла системной методологии выстраивать вот эти вот факты. Теперь смотрите, как человек познает. Вот ложь. Если человек знает методологию познания информации, знает вот эти вот принципы, знает причинно-следственные связи в истории, да, он может распознать, истину может распознать ложь? Может? Методом сопоставления, да, методом системного анализа? Может. Прекрасно. Но делают вот так, как я объяснял. Берут и ложь делят на ложь 1, ложь 2, для особо умных ложь 3, еще для особо умных, для гениальных ложь 4, а истина, как говорил Фокс Малдор, где-то рядом, да? А ее закрывают, не дают. Но! В любом случае, зная вот этот вот принцип, зная вот этот принцип, человек всегда куда может уйти? Вот сюда. А для этого делают, есть вот теория дезинформации, а для этого берут и делают фантомную истину. А ее окружают. Или полуправду, знаете, да? А ее берут и окружают. Вот здесь вот. Ложь 1, ложь 2, искаженная истина там 3, искаженная такая. То есть, вот, например, 80% правды, зато 20% неправды. Понимаете? Вот это уже дезинформация. Соответственно, мы вот сюда сталкиваемся. Зачем это нужно? Для того, чтобы человек не осознавал, ну, скажем так, полную картину. В любом случае, человек, понимаете, человек, вот когда обладает вот всей этой методологией, им можно манипулировать? Сложно. Нет, невозможно. Вы тогда ему не сможете ничего продать. Он все равно манипулирует. В современном Ашане вы ничего не сможете такому человеку продать. Правда? Потому что он все это поймет, разберет и не купит. Соответственно, манипулировать не смогут. Управлять можно, потому что что такое процесс управления? Процесс управления – это как бы передача части права. Вот ему передается информация, говорят, вот человек, ты самостоятельный, вот я тебе дал задание, выполняй. Как ты его выполнишь? Это вот все в твоих возможностях. Вот это процесс управления. А манипуляция – это когда буквально передают, не то что передают информацию, а еще контролируют. Нет, не так, а вот так вот ты должен сделать. Вот сюда, вот сюда. Понятно, да? Или, к примеру, еще манипуляция является, когда вот область сознания, оперативную, где вы сейчас думаете, Боже мой, какой нам чушь, говорят. К примеру, сейчас ваши мысли, где вы себя ощущаете. И вам информацию, к примеру, подают не так вот, через сознание. Смотрите, подают, подают, подают информацию вот так. И говорят, человек, обрати внимание человек. А вот преподаватель, например, говорит, вот видите, вот вы сейчас, вот эту вот картинку видите, вот эту схемку видите, вспомните, что мы с вами говорили на таком-то занятии, да, и у человека появляются вот эти вот координаты, он оценит, и тогда все это потом сгружается из подсознания, и тогда замечательно, а ведь можно подать информацию мимо можно? можно, к примеру, в книге двойной смысловой ряд Маргарита не любила мастера что это? она его не любила потому что, когда она пришла к Воланду она такая сцена, есть, Волан там сидел, кажется, ноги ему там что-то нога у него болела, да она пришла, вот Воланд, я тебе его привела мастер, поскольку он был вы знаете, меня, конечно, в интернете болгаковеды порвут как это так, как это так и так далее опять же, это область гуманитарных мы должны с разных сторон вот в чем множество мнений замечательно, смотрите, вот явление в явлении, смотрите вот один человек второй человек третий человек и у каждого каждый человек это система и у каждой системы свое состояние допустим этот кое-что вот знает этот вот с другой стороны кое-что знает этот с этой стороны знает смотрите, они разные начинают изучать одно и то же явление понимаете, да? И каждый начинает что-то оставлять В этом смысле, опять же, принцип ПВО Вот смотрите, вот это вот, например, сантиметровый РЛС Вот это вот дециметровый РЛС Это метровый РЛС Понимаете? То есть, каждая особым образом изучает какой-то объект И чем больше, тем лучше Поэтому мое мнение, оно тоже Хотя я его, в принципе, цитирую Она просто привела А как она мастера? Мастер, поскольку был необычным человеком Знаете, как она его привлекла к себе? Методом цветотерапии Есть такая книга «Цветотерапия» Слышали, нет? Вот я бывал, ну не как пациент В психонерологических диспансерах Ну, по долгу службы приходилось Почему? Потому что решался вопрос Такой, скажем так, вот Сатанизм, он предполагает расстройство Рассудка вообще, невменяемость И вот приходилось участвовать в таких вот вопросах Значит, и очень много чего там интересного пришлось узнать Вот есть такие цвета, сочетания цветов Их даже некоторые психиатры-психологи называют даже полярными Сверхконтрастными Даже есть такое смелое выражение Шизоидные В природе они встречаются Например, вот смотрите Вот в этом смысле, знаете Вот психически больные люди, они оголены У них нет вот этих средств защиты Вот человек, когда он выходит на улицу Я поясню Вот у человека есть защита То есть кокон такой И он не пропускает Вот как у нашего желудка Есть такая слизистая оболочка Вы там уксус можете попить Там пивко попить У кого тонкое, у него сразу что? Язва, да? А у нас есть вот эта защита Иначе я так это назову Некий такой социальный сфинктер Что такое, знаете что такое сфинктер? Это такая мышца В заднем проходе Кольцевая Когда вы очень сильно Ну раз Вот понос такой Она так раз Закрывает И так оп Вы так И вы так можете еще договорить С человеком Да, замечательно И потом раз, раз, раз Убежать, убежать Но через Я не знаю через сколько Но она вечно держать не может Она потом вот так вот расслабится И сама Вот И вы как бы при помощи этого сфинктера Можете добежать И прекрасно выполнить свою задачу Да? Или функцию А теперь смотрите Вы можете даже вот Подергать этой мышцей Вот собственно говоря Работает она или нет Вот видите Я вот послал информацию А ведь кто-то дернул Видите? Управление какое Ну и сфинктер есть вот здесь Мышцы подобного типа Которые закрывают Например носоглотку И так далее А теперь смотрите Человек как социальный сфинктер Смотрите Он выходит в общество И он так раз И так Оп И закрылся Так вот Оп Так сжался и идет И он такой в обществе хороший Такой замечательный И о нем такие замечательные мнения Да? Ой какой он замечательный А знаете когда он расслабляется? А вот потом на корпоратив Раз все собрались Он напился Расслабился И из него что? Брррррр Понимаете, да? А знаете вот как вы себя можете почувствовать? Кто вы такой? Вот вы когда придете домой Придете домой Сели Вокруг никого Вы сам собой И вы почувствуете вот свои фоновые мысли Или вот вы вот наедине с собой Вы это и есть Если вы наедине Вот если ваши фоновые мысли там мат-перемат Вот вы такой и есть Понимаете? Вы как бы наедине с собой Вы это и есть А в обществе мы как бы играем друг друга Так вот Для того чтобы исследовать человека в каком-то виде Очень замечательно вот это вот исследование Как бы В виде Ну знаете Вот на Умственно Ну Больных собственно говоря Психически больных Почему? Потому что у них нет вот этого сфинктера Они играют У них нет вот этих масок Нет Ну кто-то скажет Есть такой анекдот В палату поступил человек И говорит Я говорит мессия Я мессия Он говорит да Говорит Ну спросите у Бога Я мессия Я мессия Там И вдруг из соседней палаты А я никого не посылал Вот Ну мы такие не берем И вот они абсолютно открыты И в этом смысле Вот смотрите Есть такие цвета Вот Сочетание цветов Вот берут Вот такому психически больному И показывают сочетание цветов И у него припадок У него припадок Его там колоть могут И так далее Ну например У них палата абсолютно белая Абсолютно белая И он вот в этой белой палате А вот знаете Когда у многих будет Не припадок А расстройство Он будет бегать И бесноваться буквально Знаете нет Вот взять вот черную краску И вот взять вот так вот Просто рукой провести И вот он увидит вот черту Черную просто На черной стене И у него будет вот сразу Расстройство какое-то И в этом смысле смотрите Человек очень реагирует на цвета Есть такие книги Цветотерапия Ну знаете Зеленый цвет Он успокаивает Да А есть сочетание цветов Контрастное Смотрите Маргарита шла В черном пальто И были цветы Какие у нее Желтые Прекрасно В природе есть такие цвета Это цвета Предупреждающие Об опасности У пчелы Вот есть желтые Черные Что пчела Говорит об этом Она говорит Не трогайте меня Понимаете У гусеницы Есть красное Красное И зеленые Такие яркие Такие цвета Кричащие Такие Что она показывает Не трогайте меня Неопытный воробей Первый увидел гусеницу Решил съесть Съел Она говорит Я ядовитый Он потом Если выживет В жизни не подойдет К этой гусенице Понимаете Понимаете Да Смотрите А мастер Поскольку был Особенный человек Он естественно Ее заметил Если бы нашла Например Без этого Видимо Скорее всего Не заметил И в этом смысле Вот по цветотерапии Смотрите Девушки многие Накрасятся Глаза так Волосы покрасит так Это одежда такая Знаете в сущности Что она говорит Она выходит по улице Идет Шелезь Шелезь По Невскому проспекту Идет Знаете Вот этими цветами Что она говорит Она думает Что она красивая А в сущности Объективно говорит Не трогайте меня Я ядовитая Понимаете Нет А неопытные воробьи Ух ты какая пошла Да И так далее А потом знаете Если уже Ну До серьезного делала Дошло Думают Боже мой Что это за человек Вот Соответственно Смотрите Ей подается информация Мимо Внимание А этот цвет Кстати его в рекламе Используют Вот эти вот Контрастные цвета Билайн Для того чтобы вы Определили Кстати говоря Вот в журналах Глянцевых Используется Не контрастные цвета В час Контрастные цвета Используются Кричащие Такие Ну или матово Матово Контрастные цвета Такие Даже как бы Светящиеся Кстати сказать Эти сочетания цветов Для человека Носят гипнотический характер Вы посмотрите Как в метро Глянцевые журналы смотрят Вот смотрите Вот так вот Более того Недавно За рубежом Я не помню Страну конкретно На глянцевое Одно издательство Подали в суд Знаете за что За обман потребителей Потому что Те люди Которых изображают В глянцевых журналах Реально не существуют Понимаете Таких людей нет Вы видели Изображение в интернете Модель Ненакрашенная И накрашенная Два разных человека Вы понимаете Как вами манипулируют Вам как бы Создают Образ Несуществующего человека Ну Можно сказать Какой-то там Манекен Такой Ребенок Смотрите Ребенок В детский магазин Мы приходим Как им Буквально манипулируют Как он игрушку выбирает По обертке Самую яркую Правда Но мы то Вот вырастаем 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 И нами точно так же И манипулируют Понимаете Точно так же Манипулируют И никак иначе Соответственно Смотрите Информация подается Мимо Внимание Буквально Мимо внимания А как вы Допустим Получаете эту информацию Мимо внимания К примеру Заснули Около телевизора Телевизор остался Говорить А вы спите У вас сознание Отключилось А информация Взгружается Куда сразу Не спите Хотя бы звук Выключайте Когда засыпаете Понимаете Знаете Есть такое Обучение Во сне Знаете Слышали Есть такое А потом Вот отсюда Что-то всплывает Что-то всплывает И так далее Или знаете Когда еще Внимание Когда информация Подгружается К вам Мимо Мимо внимания Когда вы Допустим Смотрите Читаете книгу Вот читаете книгу Читаете Знаете Когда вы что-то запоминаете Вот книга Для вас Настолько интересная Что вы читаете С упоением С интересом Вы ее запоминаете А книгу Которую не хочется читать Но нужно Вы читать Потом раз Закрыли Боже мой Я прочитал главу Я вообще ничего не помню Вот она ушла У вас куда Вот сюда А дальше Поскольку у вас Нет конкретного Интереса Может быть Когда-нибудь Она подсплывет У вас В сознании Обратно Понимаете Нет Поэтому Думайте О том Что вы читаете Какую информацию Вы получаете Метод защиты Еще один Вот вы получаете Информацию И сразу нужно Оценивать ее Многоаспектно С точки зрения Вот этого Рефлексии Понимаете А мы этого не делаем Мы как бы Берем информацию И сразу ее воспринимаем Получается Как руку Все впитывает Конечно Человек в любом случае Впитывает Почему Потому что Вот смотрите Я так приведу Такой пример Один старец Монах Решил Значит Ему надо было в город Он уже старенький был И монахи решили Ну Батюшка Давайте мы в город Тебя отведем И значит Повели в город Вдруг он подходит Значит К двери Ну К воротам Монастырским Подходит и говорит А в городе Есть женщины Они говорят Батюшка Конечно есть Не Говорит Не пойду То есть Видите Он даже Как бы Хоронил себя То есть Своё вот Внимание Чтобы не отвлекаться Даже от восприятия Женщин В каком-то смысле Понимаете Потому что у него цель Как бы существования Была Несколько другая А городить подсознание Как-то можно? Огородить подсознание Можно Пожалуйста Можно Почему нет? Есть же и другой подход Когда три епископа стояли Мимо них Проститутка Прошла Один Засмотрелся Рот открыл Они говорят С ума сошел Как в себя ведешь А что я сделал Смотрите Какую красоту Господь создал Ну то есть Как бы Совершенно другой подход Ну да Ну есть другой тоже Пример Библии Ну и ладно Мы не будем сейчас А есть такой А есть такой Пример А потом А потом дойдет До чего Давай выйдем Смотрите Вот по сути дела Это один из методов Избавления От старческого слабоумия Вот этого Вы никогда не замечали Такую Знаете Иначе называется Болезнь Альцгеймера Да Когда там Уже органическое повреждение Головного мозга Рука трясется Или там Когда престарелый родитель Даже забывает своих детей Ну такое Абсолютно Да Смотрите Почему это происходит Потому что Вот есть вот эти вот синапсы Точнее Нейроны А между ними вот эти синапсы Но они разрушаются Они разрушаются Ну я говорил От алкоголя В частности Разрушаются И так далее Но они вообще Просто разрушаются Просто Например Нейрон погиб Вот оборвался И так далее А теперь смотрите Но поскольку Они у нас появляются И как они должны появляться Конечно хорошо Когда мозг растет Он развивается Появляются новые нейроны Конечно Тогда легче Понимаете То есть Вот Как бы нейроны Ну конечно Это все зависит от Как сказать От Индивидуальный подход Должен быть у человека У каждого конечно по-разному У кого-то это Закончивается рост 25 лет То есть Нейроны больше новые Не появляются Но зато Количество синапсов Увеличивается Увеличивается У кого-то в 26 У кого-то в 30 лет Ну все От психофизиологии зависит Индивидуальности человека Теперь смотрите Допустим Вот человеку Какие образы к нему Шли Вот по крайней мере Вот сюда Подсознание Вы должны уже По крайней мере В сознательном возрасте Когда уже сознательный Загружать максимальное количество Положительных образов Каких? Ну допустим Чтение той же самой Русской классики Проверенной литературы Понятно, да? То есть я вам приводил В прошлом примере Вот мы сделали Вот этот 30-летний Скачок образования Сделали За 30 лет Мы как-то это делали Это вспомнить можно Можно прочитать Такие же книги Можно Надо читать Они написаны При помощи Как бы в рамках Системной методологии Теперь смотрите Но мало просто Сухо читать Надо свой мозг Постоянно загружать Вот после 25 лет Да Рост нейронов Остановился Но можно Усложнять вот эту систему Она автоматически усложняется Вот растут эти синапсы Смотрите Но только как тогда Когда вы Как бы погружаетесь Вот в предмет И решаете Какие-то логические задачи Это не значит Что надо в шахматы Играть Понимаете, да? И постоянно Интеллектуально Загружаете свой мозг Тогда начинают Расти синапсы Вот только тогда Понимаете? А когда вы Вам идет информация И вы в основном Получаете готовое уже Ну готовое Ну допустим Почитали книжку А там уже и так Все ясно Все понятно Не нужно утруждать Свой мозг Понимаете? Современный Например Большая часть молодежи Абсолютно не воспринимает Например уже Достоевского Я по своим студентам знаю Абсолютно не воспринимает То есть Да ну какой Что такое? Я говорю Ну я про братьев Карамазовых Думаю Вообще не буду спрашивать Да ну какие-то там А они Знаете Больше уже воспринимают Ну Более такое Простое чтиво Скажите Скажите Самый главный вопрос Если человек Не обладает анализом Какой смысл Перелоплачивать Всю классику Если ничего не остается Вы его должны заставить Заставить что? Вот если вы рядом Есть такой человек Который этим не задумывается Вы его должны заставить Я просто знаю людей Которые перечитали Много очень книг Но анализа нет И еще Человек разговаривающий Ничего не видит Как читает человек Естественно Это Естественно Ну Опять же Если вы так видите Вам нужно воздействовать Вы поймите То что я вам говорю Это как бы принцип Понимаете? Это принцип Для того чтобы Ну хорошо Вот этому человеку тогда Он просто не понял этот принцип Понимаете? Ему Вы были на прошлой лекции? Нет? Вот наверное не было Я там говорил Об утешении И погружении Вот это будет Скорее всего ответ Ну Я лучше продолжу Смотрите И вот вы начинаете Вот это все познавать Смотрите Почему Ученые Вот ученые Вот у меня Был такой профессор Пинчук Царство Небесное Ему было уже 88 Или 89 Он мне принимал экзамен По уголовному праву Представляете? У нас очень многие профессора Вот Генри Хосеевич Густав Допустим Мы к нему домой ездили Там Да Я как молодой кандидат наук Мы ездили там С ним беседовали И так далее Он нам фору давал Понимаете? Голова постоянно работала Кладь Он буквально там Отрывки цитировал наизусть Понимаете? И поразительно Эти люди уже У них старческий возраст был Но у них ни грамма Старческого слабоумия не было Ни грамма Понимаете? Нет? И вот многие ученые До самых последних дней Ведут абсолютно Я бы даже сказал Сверхсознательный образ жизни А люди Ну скажем так Не ведущие такой образ жизни Интеллектуальный У них например Уже наблюдается Старческое слабоумие После 60-70 лет Почему? Потому что начинают пропадать Вот эти синапсы А знаете почему ученых нет? Потому что у него Такое большое количество Вот этих синапсов И они даже еще Уже в старческом возрасте Появляются Потому что он что делает? Он решает вот эти Сверхсложные задачи Мозг должен адаптироваться К нему И он адаптируется Что у него не успевают У него не успевают Эти синапсы разрушиться До такой степени Чтобы прийти в состояние чего? Старческого слабоумия Вот вы сейчас себе Можете сделать Буквально Ну Предупредить Своё старческое слабоумие Ну в каком-то смысле Потому что Как бы Говорят что Это болезнь Которая действительно Нейроны разрушаются И так далее Надо какие-то лекарства принимать Но тем не менее Посмотрите А у нас это просто Забрали Даже в принципе Нам этого не дают То есть нет культа знаний И так далее И так далее А как это с подсознанием связано? А во-первых Вот смотрите Вы когда читаете книгу Ну во-первых Какую книгу вы выберете? Если вы выбираете Чехова Если вы выбираете Бунина Если вы выбираете Ну нашу классику И вообще хорошую литературу Где показан Чёткий конкретный пример Системно-положительного Поведения Понятно, да? Нет, ну если вы будете Своё подсознание Забивать кавкой Нет, ну хорошо Я поясню Просто вот вы задаёте вопрос На который я в прошлый раз ответил Значит Вот как работает наше сознание? Смотрите Вот идёт информация И вот образ Вот образ вот здесь Образ вот так Вот так Вот так Вот так Какой-то вот так Вот образ Смотрите Вот этот Вы только что прочитали статью Вы её ещё вот здесь Вот помните практически, да? А вот вы недавно книгу прочитали Вот вы половину уже Вот это помните А вот эту часть забыли А вот это вообще забыли Так или иначе Любая информация Она куда сгружается вам? Вы же не помните Что вы, допустим Уже читали пять лет назад Многое вещи Вы уже забыли Соответственно Если вы насыщаете голову Положительными образами Они вот здесь вот Слагаются в целую систему А любая информация Которая к вам потом пришла Даже отрицательная Она как будет оцениваться На уровне подсознания? По всей координации Чем больше координации Чем больше оценка Понимаете? И так далее И она у вас вот здесь Будет фиксироваться Понимаете? И в этом смысле Это может дать Папа или мама Ребёночку Как бы Методом не чтения А методом Своего поведения Ребёночку Они дали Методом Допустим Среды в семье А посмотрите Как это замечательно Работает На войне Вот у меня есть знакомые Которые прошли Чеченскую войну И они говорят Вот есть люди Которые попадают на войну И ведут себя Как звери Могут ребёнка убить Там воруют И так далее А некоторые ведут себя Ну как крестоносцы Что ли Знаете такой Который несёт на себе крест Вот он Помните фильм Взвод Оливера Стоун Помните Там вот Один вёл себя так Вот он К вьетнамцам Относился Даже к врагам Относился По-доброму То есть Они говорят Это необъяснимо Какой-то стержень У человека присутствует Вот он Этот стержень Только этот стержень Должна Понимаете Вот Следить за этим стержнем Должно государство То есть оно должно Человека ограждать То есть наука Образование Оно должно Человека ограждать От этого всего Понимаете И формировать 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 Для чего Для того, чтобы человек, общество познавало новые горизонты. А вам не дают новые горизонты. Знаете, какой новый горизонт для вас? Лексус новой модели. Вот для вас новый горизонт. Понимаете? Вот для вас новый горизонт. И этим всем закрыто. В этом смысле я вам говорил о технологиях личностного роста. Это самая сейчас закрытая тема, самая болезненная тема. Вот смотрите. Есть вертикальные технологии. Это Гагарин. А есть горизонтальные. Это вот Лексус, квартира и так далее. Но еще уточню. Есть так называемые горизонт видения. Горизонт. Вот стоит человек. Смотрите. И вот человеку дают такое. Человек, ты должен иметь квартиру. Человек, ты должен иметь хорошую машину. Человек, ты должен иметь... Ну, допустим, есть такие люди. Человек без машины. Мужчина без машины вообще не мужчина. Ну, современных уже так. И девушки так вот говорят. Ну, почему нет? А теперь смотрите. Соответственно, у вас вот эти хотелки уже в голове есть. Чем эти хотелки? Телевизором, интернетом. То есть информационная среда. Кстати сказать. Я вам рисовал такую схему. Вот человек, он живет в искусственной среде. В искусственной реальности. Вокруг реальная реальность. Но он даже туда... Для него реальная реальность, это вот эта реальная реальность. У него вот здесь вот своя искусственная реальность. В голове еще одна искусственная реальность Один, два, у другого человека еще Но давайте мы Вот так вот проанализируем Смотрите, а что если есть Субъект, который формирует Вот эту вот искусственную реальность Для вас что является искусственной реальностью? То, что вы видите по интернету И то, что вы видите средством массовой информации Это что? Средство массовой информации это проявление природы Или это искусственное какое-то явление Которое кем-то управляется Которое кем-то, значит есть субъект управления И почему-то этот субъект управления Не хочет, чтобы вы вышли вот сюда А этот субъект управления По крайней мере знаете Вот это принцип управления какой? Смотрите, если вас развивать по этому принципу А вы будете все сложнее, сложнее, сложнее А если здесь будут очень сложные люди Ну скажем так, очень разумные люди Ученые такие Общество, которое мыслит высокими идеалами Ими же сложнее Управлять и манипулировать То есть вы должны усложнять методы управления Усложнять, усложнять, усложнять То есть вы должны и сами развиваться Ну а соответственно, видимо какая-то поставлена цель Ну смотрите, они скорее всего Сами усложняются А для того, чтобы вы как общество Не создавали проблемы Как объект управления Вас берут и упрощают объект управления То есть это значит упрощение объекта управления Иначе, может быть, скорее всего Система идет по самому Простому управлению Упрощение объекта управления Иначе, ну я могу про нашу элиту сказать Вот в СССР Была элита, которая хотела, чтобы мы Вы знаете, что СССР мог уже в 92-м, 93-м году Слетать сам на Марс Без всяких американцев У нас был, ну, ракетная система Энергии Буран Если вы посмотрите Все было Не Буран бы сам летел Там целая ракетная система У нас было 9 уже Запас был 9 ракет энергии Выводила она 100 тонн 100 тонн На орбите собирался Тысячетонная ракетная Космическая система И мы сами с МСС-5 летели Мы могли сами сесть Мы могли сами все это сделать Без всяких американцев и так далее Вопрос Не было политической задачи Правда, да? Не поставили такую политическую задачу Соответственно, теперь смотрите Ну, поскольку парадигма Поменялась И общество Которое исследовало Высокие материи Перешло в общество Которое исследует Новые модели Лексуса А также, например Ноги, не знаю Там, или губы Анжелины Джоли Вот какие интересы Правда? Соответственно, зачем? Его надо упростить И элита берет Поскольку она четко понимает Развивать не надо Общество Она берет И она упрощает Объект управления Как? Методом образования А как это идет? Смотрите Есть, как бы, горизонты видения Смотрите Вот здесь вот Вот здесь вот Как раз вот эта высота Идеальная высота Когда вы можете стать Защищенным человеком Да? Высокой личностью А знаете, что вот этот вот Горизонт закрывает для вас? Или нет? Это гора такая Она еле видимая Там вдалеке Знаете, что такое? А вот здесь вот Вот здесь вот Машина Квартира Социальное положение Что закрывает Горизонт видения вам? Конечно Вы достигли этого Вы достигли этого Ну, вы, может быть Уже даже И тут Ну, как гипотетически Зрение потеряете Понимаете? А это можно достигать Всю жизнь Правда? Появились деньги Так я хочу Пентхаус Да? Появили В смысле Пентхаус Не журнал А в смысле Апартамент Да? Там А может быть Там раз У меня вот тут Был мерседес А я теперь хочу Кадиллак И так далее Ну, горизонтальный рост Понятно, да? Вот что происходит Есть очень интересная Как бы схема Вот смотрите Что произошло Вот в частности По образованию Вот там есть такое замечание В ютюбе Вы говорите О рывке Образования В СССР Но имейте ввиду Что это образование Этот рывок Обеспечивался На почве атеизма И никакая религия Не нужна была Да, совершенно верно Но в чем была трагедия Советского человека Ну, вот если так вот Начертим Вот у него была четкая цель Это коммунизм По сути, мировая справедливость Да, смотрите Но Чем Как бы вот этот коммунизм Вот эта цель Чем она На какой почве Она жизнь делась Фундамент вот этой почвы Это была там Марксистская, ленинская философия Была? Была Потом, значит Существование Допустим В обществе Это Ну, экономическое Социализм И так далее И так далее Вот такие надстройки Потом образование Наука И все вот это Устремлялось куда? В коммунизм Понятно? Но Была еще одна ниша Которую не запомнили Вот здесь еще одна ниша Которую не запомнили Знаете какая? Это ниша Образ метафизики Или иначе Таких вот переживаний Нематериальных Как бы Смотрите Даже преступники Не объединяются На почве Пойдем Украдем И поэтому они объединяются Как они объединяются? Вместе сидели Да? Родственные связи Вместе качались В качалку ходили И на этой почве Смотрите Принцип объединения У них Не вещественный Почему случайно? Не вещественный Они не объединяются Ради того Чтобы деньги Пойти срубить Понимаете? А вот здесь Ничего не было Вот здесь Ничего не было То есть вот здесь Что было? Что пытался В СССР Вот сюда заложить? Вот в область метафизики Иначе Духовную область Что? Нет Не идеологию Научную фантастику Этим занимались Например Стругацкие Они вот это Все вот здесь Заполняли Понимаете? Или Какое-то Квазирелигиозное чувство К вселенной К примеру Да? Но в конце концов Вот что сделали? Взяли и Стали рушить Марксист-Калининскую философию Что это все ерунда В виде анекдотов Понимаете? Конференции И так далее Капиталистическая система Выиграла Имейте ввиду Нам же говорили И потом Вот смотрите Разрушили марксист-Калининскую философию Тут же Уничтожилось что? Социалистическая система И вот так вот Все полетело И какой коммунизм? И произошло вот это Падение великое А теперь смотрите На определенном этапе На определенном этапе В СССР Хотели вот сюда В область метафизики Вернуть православие Веру Религию Это хотела Была группа Ну как сказать Это конечно смело сказать Была группа Но некоторые ученые Это предлагали Предвидя вот это падение А если бы вот здесь Вот сюда это вернули Смотрите А как бы это сделали? Допустим Представьте Если советскому человеку Воспитанных в классических традициях Атеизма Стали говорить о том Что извините Христос, Бог И так далее Он бы что? Отторжение было Делали бы это мягко На передаче Очевидно невероятное Приглашаются профессоры И говорят Вы знаете ли Какое дело? Наши исследования показали Что мир конечно Не из хаоса появился Понимаете? И так вот потихоньку Вдруг литература И в течение нескольких лет Так или иначе Сюда стали бы Что имплантировать? А потом смотрите Есть же Соответственно Вот эти чувства Чем оформляются? Вера, да? Религия и так далее И сюда бы подсадили А теперь смотрите В чем Как бы психология Непобедимости Русского солдата была Он знал четко Что после смерти Да? Вот что Его судить будут По его грехам Вот в чем Почему Суворов Суворов Не имел ни одного поражения Это до сих пор И следуется за рубежом Потому что Он знал Что вот он Очень грешный Вот этот вот человек Очень грешный Любой Каждый себе скажет Да? Что я естественно грешный Правильно? Смотрите И вот он видел Допустим Не знаю Там штурм Измаила Да? Ему страшно Тут вот ядром Разорвало его друга И так далее Кровь И так далее Но он четко понимал Что он сейчас Жертвует ради Собой Ради кого? Ради своих детей Ради своей страны За веру Отечества Живот положить Правда, да? Это он искупает Свою грешную душу Этим Понимаете, да? Понимаете? То есть вот это и есть Психология непобедимости Понимаете? Нет? То есть страх Да, присутствовал страх Но человек шел вперед Его толкала вперед Вот эта вот идея А извините Квазирелигиозная идея Покорения космоса Она что? Не сработала Почему? Потому что так или иначе Методами астрофизики Мы более открывали 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 Но нужен какой-то элемент Который Вообще человек Практически познать не может Но он четко уверен Что он есть Иначе принцип такой Как бы Вера Что это такое? Уверенность в невидимом Уверенность в невидимом Уверенность в невидимом Вы видели когда-нибудь Чаек? Вот летали чайки Видели, да? А только что вылупившийся Чаек вы видели? Значит их нет То есть вы уверены В невидимом Понимаете? Нет? То есть множество 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 Научных открытий Есть, которые говорят Извините Вот мы опять приходим К этой теме А почему мы Приходим к этой теме? Потому что Если брать Вот эту вот конструкцию Человека Кстати пирамида Маслоу есть такая Такой Знаете, да? Очень интересно Потому что когда мы Приходим вот к этой вот Конструкции Мы так или иначе Вот здесь должны где-то Чтобы у человека была Высшая ответственность Высшая ответственность Почему? Потому что вас в обществе Должно кое-что Объединять Ну смотрите Вот вы объединились Ради насыщения Вы наелись И что теперь? Распаться что ли? Вас должно Или например Вы объединились Ради того, чтобы Долететь на Марс Ну долетели Распаться что ли? Значит вас должно Объединять В каком-то смысле То, что вас будет Удерживать бесконечно Понимаете? Вот это как бы так Роли религии Если хотите Можем собраться отдельно Подробно эту тему У меня есть такая Лекция как бы Человек между наукой И религией Называется Вот Соответственно Какая трагедия Еще произошла? Как вот это все делалось? Ну не делалось Ну в принципе да Делалось Смотрите Человек Есть такая интересная Теория Человек это такая большая Человек такой свинтус Вот такая хрюшка Почему? Потому что человек Изначально хочет спать Есть И поможет Как можно больше А мужчина смотрит на женщину Он ее хочет И вот это он хочет 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 А женщина хочет комфорт А женщина хочет Родеваться То есть Ням-ням-ням-ням-ням-ням Вот это Свинья не может смотреть На небо А человек может Мы сейчас Что будем О физиологии Отличия Свинь Между прочим Свинья По сообразительности После человека Многие биологи ее ставят Она даже И кстати Органы Свиньи Подходят Очень к человеку Чего вы Я деревенский человек У нас завсегда Свиньи были Вот Смотрите Но свинья Она может Как бы Обеспечить Какой-то прогресс Но опять же Природа Она изменяется Вирусы мутируют Надо новые вакцины делать То есть Нужно что? Нужна наука А вот смотрите Если человек Будет много есть Много спать Отвлекаться на женщин Он сможет сделать Научное открытие? Нет Научное открытие Как Брайла делается Методом отречения От себя Допустим Эйнштейн Он был Он настолько погружался В научные Измышления И он вот едет Едет Например в автобусе Такой эпизод Он едет Едет В каком-то транспорте Едет Едет Такой едет Думает Потом поворачивает голову Смотри Девочка сидит Девочка А ты кто? Она говорит Папа Я твоя дочка И называет имя То есть Он настолько погружался Что он даже Забывал что это его дочка Понимаете? То есть Отречение Иначе Смотрите Вот спортсмен Вот почему я так это объясняю Вы поймите Вот для того Чтобы противостоять Разложению человека Ему нужно объяснить Вот на этом Объективном Системном принципе Понимаете? Когда человек сам Может это все Перепроверить И вот трагедия Вот советского Не было веры А вот здесь смотрите Вот здесь вот была религия Бы Была И человек может При помощи теории систем Прийти Вот перепроверить Есть Бог или нет Буквально Нет Ну как это нет? Методом гуманитарных Исследований Может Вы поймите Я еще раз говорю Это и есть Проблема Вот гуманитарии говорят Бог есть Технори Да? Почему? Еще раз повторяю Я говорил на прошлой лекции Если вы сможете Вот когда математика Может что-то обсчитать Когда она имеет Берет И как бы Критерий конкретизации Вот она берет Вот куб имеет Вот это Вот это То есть вы можете Площадь куба узнать Или площадь квадрат узнать Когда вы знаете Вот Понятно, да? Вы можете померить Вы можете сказать Есть Бог или нет Когда вы можете Его померить И посчитать И перепроверить Вы можете это сделать? Нет Техническими методами Ну Не можете? А вот Извините А гуманитарные науки Это науки? А это другой метод познания Извините Поэтому Вот этим методом Я вот недавно лекцию почитал Ой лекцию Послушал лекцию В ютюбе Физик один Ну с переводом И он Вот мне нравится Вот американские физики Они так ходят Они знаете С такой хмылочкой С такой Как будто они уже все знают И такой манера Так ведения лекций И он говорит И вообще доказывает о том Что все веры Вообще нужно отменить Потому что мы пришли к выводу И это доказывает Наглядно видно Что мир произошел из ничего Из ничего? Скажите Критерии этого ничего Вы как обсчитали Критерии? Вот конкретизировали Вот это вот ничего? Или иначе? Пожалуйста Объясните мне Что такое сингулярность? Вот когда вселенная была в точке А физики говорят Сингулярность Это когда не было Ни пространства Ни времени И ни один закон Физики не работал Как вы это? Объясните И вот в этом то и есть Как бы Предел познания В технических науках Вот Это предел конкретизации Соответственно смотрите И вот здесь вот Вот разрушили коммунизм Разрушили это 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 Все разрушили Теперь смотрите Человек методом системы Смотрите Подождите Ну подождите Творец то есть Если хотите На этот вопрос Можно подробнее ответить Я так видите Рекламирую вас Зомбирую как раз На следующей лекции Смотрите Значит Потом смотрите Нам говорят Человек Человеку волк Хомо хомини любу сест Человек Ты должен быть индивидуалистом А вы можете Это перепроверить Вот нарисовав себе Такую схемку Да? Можете Я в лесу одичаю Там то я умру Там я не смогу Там я не смогу Соответственно Соответственно Вы понимаете Что самая высшая ценность Для меня Это рядом стоящий человек И система Где это было написано? Возлюби ближнего Своего Как самого себя Правда, да? Здорово Теория системы У нас Какая кажется Написана В священном писании А теперь смотрите Соответственно И он начинает Обратно все восстанавливать То есть Вот отсюда Человек начинает Все восстанавливать А этого-то не было И поэтому Это все Рухнуло Понимаете? Рухнуло А была группа Ну как сказать С натяжкой группа Ученок Которые предлагали Вот это все вернуть А это взяли Специально не вернуть Так вот Человек как свинья Смотрите Вот спортсмен Спортсмен Вот прежде чем Взять медальку Медальку Он должен что? Он должен взять И отказаться Буквально От собственного комфорта Он должен Как бы Меньше спать Больше бегать Это страдание? Это страдание Конечно Смотрите Но поскольку Человек сам себя Со стороны не видит Видите? То есть Вы как бы Будете объективны Когда? Когда видите себя Со стороны Да? То есть Например Вы иной раз Особенно девушки Вот Как они Они так нуждаются В объективных методах Особенно Когда накрасит У нее зеркала Вот такие И вот так И вот так И вот так Ну как я выгляжу? Ну как я выгляжу? Вот Но кстати Девушки страдают от того Что им главное Сказать хорошо И они уже Не важны Это ложь Или правда А некоторые нет Нет ты мне врешь Я выгляжу плохо Это еще очень глубинный метод Самопознания Рефлексия такая Смотрите И Вот Спортсмен соответственно Должен отречься От каких-то благ Он должен даже страдать Для того Чтобы достичь Вот этой медали Например Тренер Я Фильм какой советский был Тренер например Показывали как реально Он Он ходит и кричит На тяжелых атлетов Мужики такие сидят И мужик сидит И у него слезы такие текут И он не у слезы текут А потом показывали Как вот этот вот тяжелый атлет Плакал на олимпиаде Когда он своего тренера схватил Буквально Понимаете И у слезы он текут Вот сравнение этих слез Слез страданий И слез вот этих счастья Понимаете То есть вот это вот Вот это вот Вертикальный рост Вот этот вот идет Да Человека Теперь смотрите Соответственно Ученый то же самое Он должен как бы отречься Но Со стороны должен быть другой человек Тренер Да Который более опытный Который знает методологию Который как бы Структурирует Все эти усилия Понятно да Вот таким тренером Для народа Для вас всех Должно выступать государство Понимаете А сейчас государство сказало Человек А ты вообще самостоятель Демократия Делай что хочешь И в этом смысле Смотрите Почему у нас сейчас Отказывается Ну как бы так В направлении отказа Мы идем От бесплатной медицины От бесплатного образования Почему Потому что раньше государство Оно говорило Человек Ты как бы система Извиня Ты должен расти Ты должен как бы Вот для тебя идеал Гагарин Поднимайся человек Давай 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 Двоечник А ну-ка придешь Ко мне мы с тобой Позанимаемся И так далее Понимаете да Потом смотрите А раньше человек Например А ну-ка быстро На предприятии Помните Ну старше поколение Помните Марш Медосмотр проходить И запись Кто не прошел медосмотр Будет лишен премии Человек А особенно Не хотели к зубному идти Почему Вы понимаете Бесплатно зубы У меня до сих пор Пломба стоит Я уже не знаю Сколько лет Она стоит Причем Сделали как вот Ебогу Как ветеринар Там раз Раз И стоит И когда протестуешь Нет Я помню Я ребенком был Я говорю Я не буду Я помню Сказал Ну кто-то вот протестовал Вы не имеете права Мне зуб сверлить Знаете что отвечали Это не ваш зуб Он общественный Садитесь То есть как бы Государство было Вот этим тренером Понимаете Вот тренер приходил И говорил Эк Ну-ка давай-ка Вот ты это сделай Это сделай Это сделай Понимаете И в этом смысле По-моему у Фуко Фраза у Мишеля Фуко Такая фраза есть Демократия Тоталитарный режим Авторитарный Запрещает человеку Умереть А демократия Разрешает Точнее Обязывает Демократия Тоталитарные Государства Обязывают человека жить А демократия Разрешает человеку умереть Понимаете Нет То есть вот в чем отличие А вам сейчас Хотите умрите Это ваше право Понимаете Тоже как здесь Хочешь медаль Но он же так не Если спросить хочешь или нет Понимаете Потом на каком-то этапе Вдруг он ломается Говорит Нет я не смогу Я не смогу Что тренер Ах ты не сможешь Ну-ка иди сюда Тряпка Понимаете да А потом он здесь Вот от счастья плачет Соответственно То есть вот здесь Вот режим дня Вот чем он должен Обложиться Режим дня Там методология Наука Цель определенная Да И так далее И так далее Собственные волевые И так далее То есть вот нужно как бы Вот закрыть В тюрьму такую посадить В этом смысле Человек как свинья Его нужно посадить В тюрьму эту свинью Для того чтобы общество развивалось Вот что стены этой тюрьмы Вот эта стена Это образование Это пример Идеология Понятно да Это среда Семья Понятно И вот это как бы свинью запихивает Знаете что очень хорошо Запихивает Вот свинью внутрь Вот это вот В клетку Вот эту вот Знаете что запихивает Война Особенно это замечательно Прошло после второй мировой войны Когда люди пережили Вторую мировую войну Знаете когда вы Будете даже с самым Незнакомым человеком Друзьями до самой смерти Вот вы идете по улице Идете идете И вот незнакомый человек И вдруг бомбы посыпались Налетели Вы вместе с ним Убегаете в подвал Прячетесь Плачете вместе Дрожите Друг другу помогаете И так далее И вы так неделю просуществовали Я вам гарантирую Вы с ним будете Самыми лучшими друзьями До конца жизни потом А потом Вы естественно сравнивая Вы скажете Не я больше такого не хочу И вы будете разбираться А почему это произошло Чтобы такого не допустить А потом когда появилось Новое поколение Да Которые не знали Вот этих вот переживаний Ну войны Страданий Оно уже что Вот вы допустим Не знаете страданий Вы хоть чувство голода Испытываете хоть когда-нибудь Нет Это не то чувство голода Когда я жрать хочу Это не чувство голода Другое чувство Реальное чувство голода Мы не испытываем даже чувство голода Это к вопросу Реальность Даже чувство голода Мы не испытываем Мы там настолько Такая цивилизация Смерть Смотрите И государство должно постоянно вот эти стены вот так вот усиливать, 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 усиливать. Понимаете? Вот этим всем. Но есть как бы секретная кнопка. Ну, типа такая дверца, да, или кнопка, которая вот эти стены обрушивает. И свинья вот это так, выпрыгивает как бы, ням-ням-ням-ням-ням, вот это вот все. А знаете, как эта кнопка называется, нет? Понимаете? Ну, большая часть этой кнопки, ну, большая часть этой кнопки, это называется средство массовой информации. Вот эту кнопку государство, или вот есть тренер, да, вот эту кнопку тренер должен хранить как зенец ока. То есть вот здесь должны быть автоматы, пулеметы, КГБ, подразделения альфа, понимаете, да? Хранить, никого не пускать. Почему? Потому что как вы вот это все идеалы будете выстраивать? Как? Каким методом? Каким каком вы будете вот это все выстраивать? Каким? Только при помощи чего? Образование. А как образование? Это все средства массовой информации, по сути дела. Книжечку издать, средства массовой информации, понятно, да? Идеалы в семье и так далее. Естественно, своего рода цензур. Но цензурную можно и не пробовать, ну, не вводить цензур. Знаете, когда? Когда у человека есть объективные методы, когда есть фильтр в голове. То есть, например, вот есть человек, у него воспитание хорошее и так далее. Он, допустим, вот идет по улице. Ну, кто вам мешает зайти в этот сэкс-шоп? Кто мешает? Или что мешает? Воспитание? Да, воспитание. Ну, то, что тебя воспитывало по жизни. Ну, естественно, стержень какой-то должен, понимаете? Вот это вот мешает. А теперь смотрите. Но государство в определенный момент, ну, кстати, старшее поколение помнит этот момент. Отпустило эту кнопку и допустило буквально оппонентов к ней. И ее нажали. И стены стали рушиться. Они, конечно, не сразу разрушились. Помните? Неделя американского кино в СССР. Помните, фильм такой был по всем кинотеатрам? Еще в СССР был. По всем кинотеатрам, я помню, стали... Звездные войны показали для детей, как бы для подростков. А вечером по всем кинотеатрам, в СССР показывали такую картину, как неукротимый секс. А помните видеомагнитофоны? Греческую смоковницу? А помните порнографические игральные карты? Помните, да? Вспоминаете, да? Вот этот ужас. И вот это все стало рушиться. Рушиться. А каждый человек, будь какой он там, не... Кто был как бы ученый, естественно, его это не тронуло, потому что у него уже стержень. Потому что он воспитывался в определенной среде. Но нужно было простых людей удерживать в этом. Понимаете, нет? Простых людей, которые не воспитывались в обществе ученых. Которые ежесекундно... Ну, допустим, на лесоповале труженики работают. Понимаете, да? Они же не в академической среде воспитывают. Они же от этого стержня нет, чтобы не распасться. Вот. И, соответственно, вот эта свинья выпрыгнула. В сущности... Ну, я такой, пардон, фразу скажу. Советского человека как бы обрушили сиськи, письки и сосиськи. Понимаете, да? То есть ему это все показали, а еще показали... А посмотрите, какая еда. А посмотрите вот так. Я помню, даже коллекционировали банки пива. Вот вам вы сейчас их... Когда пошла эта банка пива? А раньше люди баночки пива коллекционировали. Западные, там, немецкие, там. Старшее поколение это помнит. Понимаете? Это, как говорится, к шоколоте не понять. Я даже помню, мы ездили на великах, на свалку искали вот эти баночки пива. Ух ты! Я вырезал и наклеил на свой велик вот это вот. Понимаете? Какое преклонение даже вот это было. Потому что мы этого своего рода как бы не видели. В этом смысле... И, понимаете, это даже есть проявление вот этого. Вот антисистемности проявления. Даже на уровне психофизиологии. Смотрите. А вторая главная кнопка? Ну, вторая главная кнопка это как раз образование. Ну, понятно, да? Вот это вот все. Эта кнопка такая многосоставная. Но самое главное средство массовой информации. Вы поймите. Знаете, как вас легко привести в норму? Ну, конечно, лучше войной. Войной, да. Вот. Что? Ну, да. Всех свиней в тюрьму. Значит, лучше, конечно, войной. Нет, в этом смысле вы, конечно, можете... Как война? Вы что такое? Вы о войне? Да вы как можете? А вы посмотрите история. Война, наука вверх. Потом наука вот так вот спад, спад. И нравственности спад, 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 спад. Вот здесь вот нравственность высокая, потом спад, спад. Да? Вот здесь вот. А потом, смотрите, опять война, опять нравственность очень высокая. И наука высокая. Понимаете, да? Почему? Потому что человек здесь начинает ценности понимать. Знаете, когда вы поймете, Я не ту литературу читал Я не те журналы читал Когда вы будете в окопах Под ногами будут кишки Будет такой запах стоять А вы будете стоять дрожать И вы будете не понимать, как себе рану перевязать И вы будете, боже мой, я не те журналы читал Я не то, не те фильмы смотрел Мне надо было ни Космополитен листать Ни порнографическим сайтом лазить Мне надо было вот это, вот это, вот это Вот тогда вы поймете Что важно знать Отличия вольтов от ватов И так далее Нет, на самом деле Это совершенно серьезно И в частности И тогда вы начнете учиться Знаете, вот это и есть метод учения Знаете, как вас всех можно быстро перековать, что называется Вот после 25 лет, вот смотрите Вот проблема, вот человек в 7 лет А вот 25 лет Вот что здесь, все, обучать человека дальше нельзя? Можно, а как? А дело в том, что сложнее Вот здесь вот мозг развивается А здесь уже все, как бы мозг перестает развиваться Просто количество синапсов увеличивается Ну, появляются нейроны, конечно, новые Но их многократно меньше уже появляется А знаете, как вот здесь человека легко выучить Вот здесь А его надо взять Вот так вот в спецназе делают Вот обберут человечка Ну, допустим, из десантника Такого, да, берут, хотят его сделать Не знаю, там, какой-то спецназ, допустим, направить Его берут И в определенную среду Знаете, какую-то Среду выживания Его берут в лес, бросают, допустим, в группу целую С ножом, с топором одним И говорят, так, ребятки Вы будете здесь жить несколько месяцев Сами ищите подножный корм Но при этом вы должны найти тайник Вы должны захватить вот тот пункт Вы должны вот это, вы должны это И время от времени к ним приходит инструктор Понятно? То есть у них состояние организма в состоянии выживания Неизвестная среда И тогда организм для того, чтобы выжить Начинает что? Он как раз и перестроит вам все синапсы Понимаете? То есть потрясение Понимаете, почему? Ну-ка, очнись! Понимаете, нет? Вы что-то слишком как-то эмоциональный, товарищ педагог А почему бы и нет, собственно говоря? Надо иной раз говорить так Чтобы цензурные были предлоги в и на Вот И в этом смысле, кстати, знаете, кого берут Вот в спецназ? Берут не таких вот дядей в виде Сталлона Или Швацнеггера Может, это хороший мишень? Знаете, кого нет? Щупленьких Вот таких жилистых деревенских парней берут Невысоких таких Знаете, почему? Профессор Слезин Доктор биологических наук Кандидат медицинских наук Заведующий лабораторией нейропсихологии, кажется Нии Бехтерева Наш Нии Валерий Борисович, кажется, Слезин Провел такое исследование Он исследовал Как бы головной мозг городского ребенка И головной мозг деревенского ребенка Оказалось Что головной мозг деревенского Городского ребенка Не приспособлен для решения сложных Меньше всего приспособлен для решения сложных Логических Ну, сложных задач И сверхсложных задач А деревенского приспособлен А знаете почему? А вот смотрите Вот мозг, и вот маленький мальчик после школы идет домой. Он садится за компьютер или за телевизор. Смотрите, вот глаза, вот ухи. И смотрите, два канала восприятия информации. Когда вы сидите за интернетом, сколько у вас, какие каналы информации работают? Один и два. Два канала информации. Мозг развивается по двухканальной системе. Двухъядерный процессор развивает. А теперь деревенского ребеночка возьмем. Он приходит после школы. Папа говорит, а ну-ка иди-ка вычести хлев. А тут еще носик. Нос, глаза, тактильная информация, понимаете, да, вот активная вот эта вот информация, да. А пойдем-ка, со мной трактор, а пойдем-ка на поле, понимаете, нет. Сколько каналов информации? Сколько ядерный процессор здесь будет? Ну, это я так уже утрирую, правда, да. Поэтому, а теперь смотрите, в войну, вот он как раз сможет очень легко. Ну, знаете, почему он не выигрывает олимпиады математические? А потому что он не выигрывает эти олимпиады. Почему? Потому что у него нет терминологии. Ну, вот этой специальной, понимаете, его этому никто не учил. А вот в качестве выжить, выжить, именно выжить в сложной окружающей среде, он будет более приспособлен, нежели чем вот этот. Иначе Салтыков-Щедрин как мужик двух генералов прокормил. Понимаете? И в этом смысле, как бы, вот у нас получается вот эта вот трагедия современного. Вот у нас деревня в этом смысле разрушается. Современный городской человек, да, вот всего лишь, ну, два, максимум три канала информации. И поэтому берут вот этих жилистых мальчиков, вот этих вот, даже со стороны вы скажете, это какие-то глуповатые мальчики. Именно вот поэтому. Потому что у них они более адаптивные, понимаете? У них психика более адаптивная в этом смысле. Вот. А до чего доходит вот это вот все? Вот это вот апогей вообще вот этого всего. В чем антисистемность вот этого явления? Вот, допустим, человек. Опять же. Так, вот это вот у него ребра. Это очень важно. Ребра. А здесь вот головной мозг у него, здесь вот сердце, здесь вот легкие. Кто курит? Турки поднимите. Что, вы один? Он один, честно. Ну, вот я попал, называется, да? Смотрите. Вот в чем антисистемность? Вот опять же, система. Смотрите. А поскольку все элементы самоорганизующиеся, то есть со свободной волей, ну, так вот вообще. Смотрите, вот этот элемент принимает решение передавать искаженную информацию. Вот сюда искаженную информацию, вот сюда. Учитывая того, что от этой искаженной информации вот этот элемент может погибнуть, этот. Понимаете, да? То есть, в принципе, знаете, это принцип раковой опухоли. То есть раковая опухоль, она не знает, что когда она разрастется, то ее носитель погибнет. Понимаете, нет? Такой принцип как бы антисистемы есть в природе. Плесень, когда она на дерево падает, она, допустим, не думает, что когда дерево умрет, она тоже погибнет вместе с деревьем. Ну, а какие-то споры переселятся на другой деревьев и так далее, и так далее. В этом смысле вот у нас однополые браки. Смотрите. Вот в чем принцип антисистемы. Кстати, антисистема – это термин, который внедрил Лев Николаевич Гумилев. Смотрите, вот здесь появляется, ну, вот здесь вот, должен быть мужчина, женщина. Мужчина. Кстати, знаете, как раньше, ну, скажем так, в России, ну, не только в России, а воспринимали личность. Что такое личность? Знаете, как, нет? А личность воспринимали так. Одинокий, если мужчина был одинокий, его воспринимали как неполноценного человека. Если женщина была одинокой, ее тоже воспринимали как неполноценного человека, не как полноценную личность. Слово пол, в этом смысле, женский, мужский, это слово половина. В такой полноценной методологии познания мужчина может стать полноценной личностью только через женщину, а женщина только через мужчину. Понимаете, нет? Вот в этом-то и есть таинство бракосочетания, понимаете? вот это все, таинство семьи и так далее, а теперь смотрите, однополые браки, вот мужчины, вот мужчина, смотрите, они родить могут? Нет, соответственно, смотрите, вот этот вирус, он распространяется, и большая часть, большая часть вот этих элементов, а это элементы семьи, начинают что? Быть однополыми, соответственно, ну, они же хотят воспитывать, правда, откуда им взять? И они берут, начинают выхватывать, как бы, объект управления, то есть ребеночка, у полноценных, и при этом, смотрите, они ребеночка воспитывают, он кем станет? По образу, он ими же станет, потом он создаст еще, встретит мужчину, они опять выхватят, еще, еще, знаете, как рака ловкость, метастазами так запускать, запускать, вот это и есть антисистема, она как бы сама система, но она работает против системы классической, понимаете, нет? Только там есть виды антисистемы, то есть это как бы система, которая как бы генерирует энтропию, вот, опять смотрите, в чем этот вид, вот человек курит, вот он идет, смотрите, если мы возьмем вот сознание человека, да, вот у человека здесь есть базовый инстинкт, инстинкт самосохранения, я уже говорил в прошлом занятии об инстинктах самосохранения, когда человек курит, смотрите, он ведь понимает на уровне сознания и подсознания, что когда он курит, Он как бы укорачивает себе жизнь Что у него будут быть проблемы И вообще мучительная смерть Он же это понимает Соответственно на уровне сознания и подсознания Делает сделку с собственным инстинктом самосохранения Что я типа буду получать удовольствие Я плюю на собственную жизнь Более того, смотрите Смотрите, а я могу задать вопрос А вы понимаете, что вы делаете? Ах, вы понимаете и делаете это? Нет, 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 я это не понимаю Ах, вы этого еще и не понимаете? Вы понимаете, что идет базовая сделка? То есть как бы Это уму непостижимо на самом деле Ну как же, когда на исповеди Вы приходите каждый раз об одном и том же исповедовать Знаете, что самое страшное на исповеди? Хорошо, я быстро объясню Я должен был на следующей лекции это объяснить Если вы пожелаете Что такое грех? Грех по-гречески грех амортие В переводе с греческого мимо цели А что такое покаяние? Погаяние по-гречески метаноия А в переводе с греческого Поменять свое сознание Ну а это значит, что самое страшное Это вы когда вы пришли Вот это у католиков можете прийти Вас падра исповедовал Вы вышли и вам грехи отпустились Это у них А у нас по-другому Священник свидетель исповеди Вы слышите? Он вам не отпускает грехи Он свидетель исповеди В случае чего на страшном суде Он будет свидетельствовать, что вы исповедуете в этом грехе Знаете, что самое страшное после исповеди? Это когда вы отходите от священника И начинаете думать Так, а было ли вот у меня вот это вот Поменять свое сознание А может я просто сейчас отчет о проделанной работе сделал? А знаете, когда вы узнаете Отпустился вам этот грех или нет? Просто священник молитвенно просит Как бы Понимаете? Это на страшном суде вы узнаете Вы понимаете? Нет? Вот в чем смысл? Понимаете, чем вот гуманитарно обеспечивается вот это вот? И в чем вот именно вот трагедия советского человека? Теперь смотрите Наш творец создал тело человека Все биологи Например, был Есть профессор Профессор забыл в МГУ Ну неважно Профессор Алтухов Молекулярный генетик Он говорит Ну это всю Раньше был веженностью Дарвинист А потом вдруг стал Просто все полностью пересмотрел Он сказал Ну это абсурд просто Конечно творец То есть есть Можем естественно биться и авторитетами В этом смысле Смотрите Создал Смотрите Какие органы у нас системные Смотрите Если вам почку у человека убить Сколько он может жить? От суток до двое суток, да? Без почек Без желудка За одну почку Нет Почки, почки, почки Я понимаю, что еще здесь одна Чтобы точно быть, да? Вот почки у человека Раз и отключили Сколько он может жить? Ну понятно, да? Какой-то Желудок может жить Печень Где-то сутки может жить Ну я Медики могут поправить Смотрите А знаете Какие органы системные? А вот если мозг У человека отказывается Человек все Сознания нет Человек растение, да? А если сердце Сразу смерть всего А если легкий отек Например Сразу смерть всего организма И почек Понимаете, да? Смотрите И вот здесь вот Прочная кость Защищает вот это Вот здесь вот Ребра защищают вот это Вы понимаете Какая важность? Вот конструкция уже Понимаете Вы знаете Сейчас современная разведка Ей не нужно Тактико-технические Характеристики Истребителя Они по внешнему виду Могут определить Точные тактико-технические Характеристики Понимаете? Нет Соответственно Смотрите Нет Но человек Нашел способ уничтожения Он берет И вот так вот Изнутри 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 Вот это все уничтожает Понимаете? Нет Вот это вот А мало того Поскольку человек Родился внутри системы Выжил внутри системы В лесу же он не сможет Стать человеком Он сможет стать только Маугли, да? Значит высшая ценность Это рядом стоящий человек И сотрезла вся система А вы сможете в метро Дойти так Чтобы не вдыхнуть Табачный дым Нет Особенно с утра Нет? А когда вы идете И пыхаете А сзади вас идут люди И молодые мамы Может быть Просто вы не знаете В каком они еще состоянии Дети И они вдыхают это Вот с этой точки зрения Вы хоть понимаете На уровне сознания Подсознание Что вы просто гробите их А вы это понимаете Сознательно Вы вообще преступник А если вы этого не понимаете Это еще хуже Понимаете? Вот в этом смысле Это с точки зрения системы Нет Конечно Да Это ваше дело Вот в этом смысле Здесь бы уместно было Знаете Так Показать Или вот я Попрошу Может видео стать Помните такой Фильм есть Берегись автомобиля Да И помните там У Токтунова Дачу отбирают Как дачу отбирают Помните да И там папа такой там был Папанов его играл Да И правильно делают Что отбирают Я таки не понимаю Почему там У замдиректора Чулочной фабрики Двухэтажный особняк Он говорит Ну почему Человек умеет жить Это не наше дело Он говорит Нет Наше Действительно Наше дело Вы деньги откуда-то берете А вот у нас в садике Игрушек не хватает А вы как-то взятку там взяли А что такое борьба с коррупцией Так извините Если вы Информационная среда Для свиньи создана Понимаете Информационная среда создана Потребляй 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 Идеал для вас Это новый Лексус Вы как вы думаете Чиновник он что Какой-то особенный человек Так прежде чем бороться с коррупцией Вы измените вот эту вот среду Как например ее изменить И Тимати вдруг появился На страницах журнала Я по-моему говорил это или нет Появился Тимати на страницах журнала Сказал Слушайте мне уже все надоело Посмотрите я открыл для себя Бунина И цитирует Бунина Напустим появилось Не знаю там Еще кто-нибудь да появился Из современных Вот которые постоянно мелькают Не знаю из группы там Виагра там появились Посмотрите мы там Посмотрите какие замечательные Филологические труды Я купил оффолиант такой-то Одна говорит А я например отдыхаю в библиотеке Посмотрите какой изумительный труд Я обнаружила Друг говорит А меня увлекает философия Фрэнсиса Бэкона И так далее И вдруг они показывают Ни свою квартиру Ни какой у них пол Ни какая у них ванная Нигде они спят Они идут Да это все ерунда Пойдемте в мою библиотеку Я покажу И последние приобретения Это что-то невероятное Потрясающее Я уверен что вы Через год Будете ломиться в книжные магазины Вы понимаете нет То есть насколько вы податливы Как пластилин Понимаете Вам вот говорят Вот телефон Ура Побежали все за телефоном Айфон Айфон Новый айфон Боже мой Вы понимаете почему Кризис сейчас происходит Дело в том что уже непонятно Чем айпад Третий отличается от второго Да Как бы Он более мощный Но функционально Да простому человеку Попробуйте простому человеку Это объяснить Он сказал Ну почти так же быстро листает Такая же хорошая картинка И капиталистическая система Ру падает Почему Рынки расширять некуда Спрос Уже бесконечно Невозможно нагнетать Оказывается Сатистическая система В принципе Выигрывает Потому что там спрос Совершенно по другому Там вообще По другому все устроено Вот В этом смысле Поэтому Вот здесь вот своего рода А зачем собственно Мы упрощаем объект управления И нам не нужно Чтобы вы долго жили В каком-то смысле Ну или контроль популяции Знаете такой Контроль Метод контроля популяции А мы еще на вас И деньги сделаем Понимаете Деньги сделаем на вас Соответственно Методы защиты Знания вот этих вот Базых Тут же ничего секретного нет Я же не читал Какие-то секретные там Доклады И так далее Просто так собиралось И Все это сложилось Сложилось Соответственно Вот это все Да Очень важно Еще Вот что Да Смотрите Вот еще несколько Потрачу вашего времени Драгоценного Очень важно Вот смотрите Воспитывается ребенок Вот маленький человечек Вот он воспитывается Вот он Не знаю Три годика Ноль Вот здесь вот у него там Минус опять пять То есть в утробе матери И так далее И так далее До 15 лет Смотрите А как общаются родители На каким языком А как вы его учите читать По какой книге вы его учите читать Помните раньше был букварь Правда да Книжечки и так далее А в чем Почему А ведь чем обеспечивалась Непобедимость русского солдата Чем Вот эта Непобедимая психология Вы знаете Когда русские солдаты Действительно испугались Чертов мост переходить В Альпах Понимаете Там пушки же били И когда Суворов говорит Ройте мне могилу здесь Идите домой А мне здесь ройте А здесь погибну Они сказали Что ты батюшка Мы с тобой пойдем Они пошли Многие погибли Когда они вышли на равнины Их встретила французская армия Я не помню генерала Как звали этой французской армии Но эта армия Была в три раза Превосходила По количеству Солдат нашей армии И наши разбили ее Знаете Почему этого генерала Не казнили французского Потому что он проиграл Суворову Француз сказал Его нет Мы его казнили Он Суворову проиграл Понимаете А когда французы Уже к Москве подходили Уже к Москве Они Остановили одну карету И там ехала дочь Суворова Как они уважали Они когда узнали Что это дочка Суворова Они взяли на караул Отдали ей честь И дали еще нескольких конных В придачу Чтобы сопроводить Чтобы их не дай бог Не ограбил кто Понимаете да Посмотрите Какое отношение Так в чем же был Этот секрет Почему Потому что вокруг Изменяемый мир Но было какое-то Мироощущение Вот здесь Мироощущение А вот что вот это За кокон такой Который обеспечивает Вот этот мироощущение Как он формировался А он же должен Формироваться на уровне Подсознания А это же формируется Вот здесь И вот здесь Язык Смотрите Задолго до революции Задолго Задолго до революции Знаете По каким книгам Учили Детей Кто скажет Псалтирь Церковно-славянский язык Учили по псалтире Поэтому для него Не было сомнений Что бог есть Или нет Понимаете Он мироощущал Совершенно иначе Нежели чем вы Понимаете Нет Он мыслил Совершенно другими категориями Это была психология Непобедимости Псалтирь Потом произошло Кое-что А смотрите А это простых людей Да Так учили А была же аристократия А как аристократов учили По псалтире Детей Терминологию То есть вот лексику Вот это вот все Мировоззрение в мозге По псалтире Нет По другому Правда А потом вот это вот Смотрите Вот был народ А вот была аристократия Вот так вот Расходились Расходились И в конце концов У Чехова Посмотрите Аристократы Помещики Они физиологически Не понимали Собственный народ А народ Собственный Вы понимаете В чем трагедия Почему народ пошел И потом в конце концов Что Почему народ Понял большевиков В каком-то смысле Вы понимаете Что Вот многие Очень примитивно Воспринимают Этих большевиков И так далее Вот этих философов Там Которые говорили О коммунизме И так далее Они-то поняли Вот это вот все Они это поняли Понимаете Они это поняли Вот этот разрыв А потом Понимаете Они пришли И Ну я еще раз повторяю Это ведь взял И народ Уничтожил Это же не какие-то Были комиссары Которые пришли И просто всех расстреливали Это же была Проблема намного сложнее А почему Потому что они учились Ну на западе учились По западным меркам А смотрите А потом вдруг Появились Знаете такие Была Я не упомню сейчас Есть такая замечательная книга Язык наш Поводырь в рай или ад Закачайте Есть она В интернете Почитайте Очень интересно Такая кладезь Можно сказать Такая история Нашей Филологии Нашего языка Смотрите А потом появилась Такая реформа И стали учить Не по псалтире А появились Вот эти вот поговорки Покатился Егорка с горки Бух покатился С потушки Свалился Понимаете Та потушки Ла-ла-ла Ух-ух-ух Вот эти Знаете Как только сейчас Вот эти пословицы Вы понимаете Что образы Образы Творца Уже в человека Сюда не вкладывают А сейчас Что Как мы детей Учим-то Какую Лексику Напитывай Какую Лексику потребления И кстати Фурсенко Он же сказал Что цель Современного Образования Бывший Учим-то Потребителя Вот что Вот что Делает Ну и так далее Готов ответить На вопросы Я вот сейчас Вот смотрю Что я тут Вот Ну и в принципе Закончить можно Вот так Закончить можно Вот так Может я конечно Что-то и забыл Закончить можно И вот так Сейчас я еще Посмотрю Так Это я сказал Чрезмерная Универсия людей Курение Это я сказал Ну в принципе Вот смотрите Нам внедряют Еще толерантность Да В каком смысле Толерантность Это что такое Вообще-то Это медицинский термин Посмотрите Медицинский Словарик Есть так называемый Термин Иммунная Толерантность Это неспособность Иммунитета Распознать Например Вирус Вредоносный Вирус Или вредоносную Бактерию Или положительную То есть он Абсолютно Индифферентен А проникайте Все Проникайте Заходите Все Вот это Толерантность Называется Вот Кстати Вот да Есть очень Интересное Изречение Плавка Да Такой мыслитель Третий век До нашей эры Человек Лишь слышит то Что понимает Соответственно Вы услышите То Что только понимаете А вот понимание Это и есть Вот это методология Познания А в святом писании Смотрите Как говорилось Имеющий уши Да слышит А вы уши имеете Да не слышите Глаза имеете А не видите У нас Грубее сказали Смотрит в книгу Видит Вот Ну и в принципе Смотрите Вот человек Вот его психику И вот он Как маятник Вот это состояние Мне хорошо А вот здесь Мне плохо Или какой ужас И человека нужно Вот на самом деле Человека нужно Удерживать Вот в этом состоянии А лучше всего Вот человека делать Вот в этом состоянии И как бы Объяснять Почему Для чего Чтобы человек Хотел выйти отсюда Выйти 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 Но он хотел выйти Не в горизонтальном смысле Новый лексус А хотел познать Природу Принципы Понимаете А нас делают как Нас вот шатают Из маятника в маятник Ну я приводил пример Кино Вы сейчас можете пойти Либо на ужасы Либо на любовные мелодрамы Или комедии Ржачь Вот да Ржака Мне главное Ржака Экшн То же самое Посмотреть Видеозаписи Вконтакте Берем и смотрим Видеозаписи Открываем Либо какие-то ужасы Несчастье Машина кого-то задавила Либо это Комедий клаб Либо котики То есть этот маятник Вот отсюда Сюда Отсюда Сюда Сюда пришли Какой кошмар После фильма ужасов Идем Помните я говорил И сразу Ням-ням-ням-ням-ням Поели Почему? Потому что Игра с инстинктом Самосохранения Хочется успокоиться Успокоиться При помощи потребления Хорошо Ах как замечательно Какой замечательный фильм Все таки он же хорошо Кончился Он женился на ней И так далее Соответственно Хочется хорошо продолжить Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням Понимаете, да? Надо пойти обязательно посидеть Обязательно У меня вот есть приятель Ну как и приятель Он как бы мы с ним встречаемся Он говорит Ладно, пойдем Выпьем пиво И поговорим Я говорю Слушай, а без пива нельзя? И вот не идет у него разговор Без пива Я говорю Пойдем чай с пирогом Яблочным Вот вроде бы тоже жуешь Или пьешь А вот не идет Как бы разговор В этом смысле Да И как раз Вот еще хотелось бы вам упомянуть Вот смотрите Вот есть Огромная-огромная разница Вот огромное количество информации Вот огромная Вот может быть это будет даже ответ на ваш вопрос Огромное количество информации И вот просто И вот здесь вот человек И вот смотрите У него вот вся система Помните, да? Вот шизофрения Я не буду объяснять Не связана, да? Вот эти вот Вроде бы должны И вот он это познает Но вот эту информацию Делал субъект Вот он здесь делал информацию Здесь, здесь, здесь Какая-то естественная природа информация Да? Вот в таком информационном поле Кстати, здесь есть вот перегрузка Вот эта вот перегрузка человек столько такое количество информации что человек перегружается он не успевает вот все это познать соответственно вот в этой перегрузке проникает какая-то вредоносная информация кстати сказать вот я веду в метро я вижу людей в наушниках нет это ничего такого но конечно кибернетические ощущения такие дороги киборги едут поезд останавливается там слышно их безвкусие что они слышат вот если хотите об этом можем поговорить на лекции воздействие музыки на психофизиологии человека почему потому что это один из видов информации это отдельно вот уж я бы если это мы в интернет выложим это будет вообще ужас значит значит смотрите знаете что самое страшное то что музыку эту слушать хотя это тоже очень важно колоссально важно потому что музыка по мощности воздействия это практически самое самое мощное такое оружие массового поражения информационно смотрите но вот он едет и вот как бы его нет вот он наушники поставил его нет вот понимаете вот если наушники даже вынуть из ушей его нет человека нет у него личность теряется и нет он как бы себя не ощущает то есть вы ощущаете как бы себя только когда есть внешний информационный раздражитель не как лампочка включили свет вот она есть выключить ее нет то есть понимаете вот внутри у человека вот это вот пустота вот пустота и для того чтобы ощутить себя нужно вот здесь какой-то звон сделать вы знаете вот мы домой приходим иной раз да обязательно там телевизор обязательно и ходит человек и абсолютно пустота в мыслях и там звон вот этот музыкальный то есть зачем слушают потому что личности то нет понимаете то есть личность он себя он как бы себя внутреннюю нутро свое ливер свой духовно-нравственного когда ощущает когда есть внешний раздражитель понимаете вот внешне вот этот и вот едут вот ладно я сам грешу иногда слушаю но я слушаю аудиокниги там преимущественно только практически книги понимаете ну это же абсурд какой-то и это я как в триллере это будет следующий я так боюсь у нас уже время за совсем а вот тем более да смотрите и что происходит и вот смотрите вот здесь у человека может быть house как можно человека манипулировать конкретно крайне смотрите нужно чтобы здесь объединилась система так чтобы нужно это было субъекту управления смотрите вот здесь мы вводим понятие символ а знаете что такое символ переводе с греческого дословно объединяемое собираемое объединяющие что-то то есть смотрите вот у вас может быть разница информации вот здесь 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 а вдруг появляется символ знаете таким символом что может быть например музыка вставай страна огромная вставай на смертный бой и вдруг у людей все в голове что как будто раз и собралось герб флаг гимн а теперь представьте что такое презирать собственный гимн или собственный флаг вы представляете что это такое а представляете вот у нас есть оппоненты субъект управления оппонент враг и он берет нам и специально фу какой у вас там герб фу какой у вас там флаг и вообще наши все государственные силу оплевывают вы посмотрите в контакте что творится а например символы наши национальные извините смотрите вот это вот девяностые годы 90 2000 2012 вот это вот например 1917 а вот это вот вся наша вот история спросим определенную группу людей скажите пожалуйста какой период истории вам наиболее нравится они говорят я не буду радио называть просто они говорят в принципе нам не нравится они говорят нам не нравится коммунистический строй нам не нравится православную историю нам нравится вот этого я не буду называть что это по политическим взглядом понимаете нет это как это так история она непрерывно понимаете нет нельзя вот так вот взять и убрать это все А теперь посмотрите как символы А это же ваша генетическая память А символы, это же церковь Ну для России это ислам И это православие Понимаете, нет? Так вы не извините, уничтожают и оплевывают ислам И оплевывают православие И откуда ислам? Ну наша империя, она как? Не был ислам? Ну это тема вот как раз Человек между наукой и религией Нет, я говорю, что для русского Для русского сознания Это прежде всего что фундамент? Православие, да Но сейчас для нас уже Мы не можем отделиться от ислама Не можем, все Не можем Ну почему со времен иго? Это такая достаточно длительная тема Но здесь тоже можно вот так вот взять И системно просто расписать Поймите Именно с классическим исламом Вы понимаете теперь, что такое символы? И как государство должно хранить эти символы Защищать их А оно не хранит и не защищает Ну все, да Спасибо за внимание, вопросы А у каких стран все хорошо? Вы знаете, я так отвечу на этот вопрос Смотрите Не надо, чтобы было все хорошо Вот в Святом Писании есть такое Могу сказать Правильное направление в принципе у Китая Но у Китая есть одна большая проблема У Китая, вот он огромный-огромный У него нет идеологии, которая бы подходила К вьетнамцам, корейцам, иранцам, индийцам, американцам Смотрите, почему? У него идеология внутренняя Она только подходит для китайцев Понимаете? А у нас в СССР Идеология коммунизма Ее можно было объяснить Она подходила для Афганистана Для Анголы Для Кубы Для Латинской Америки Даже для самих американцев Понимаете, нет? То есть Они Если они будут делать внешнюю инспанк Экспансию Им нечего предложить Понимаете? Я могу так сказать В Святом Писании написано Не могу сказать точно где Уже сейчас Не упомню Лучше свой ум держать в ОАДе И быть в доме скорби То есть смотрите Спортсмен постоянно должен думать о чем? Я проиграю Я не смогу Да я проиграю Дрожать, понимаете? Это такой комплекс неполноценности своего рода Понимаете, нет? Что в этом хорошего? Что в этом хорошего? Это рост А если вы скажете Да я выиграю Да, я выиграю Я выиграю Знаете, как боксеры А тут уже дальше идет Такая тонкая игра Психологическая Понимаете, нет? Вот своего рода комплекс неполноценности Почему? Когда есть комплекс неполноценности Это один из первых признаков ревлексии Потому что из него надо выбраться Потому что А это А что говорит выбраться? Инстинкт самосохранения Да Сказали о том, что Вот война может изменить Или как-то наш общество Сделал какую-то вспышку Катаклизм какой-то Нет Либо системная роль государства Когда государство выйдет и скажет Все, наелись? Нет? Ну ладно Мы немножко оставим там Как бы в кормушке там, да? Мы в корыте Мы в корыте кое-что оставим Ну извините, хватит уже Смотрите Детишки А вы знаете, как наша Сейчас эпоха называется? Вот была Эпоха возрождения Эпоха просвещения А как наша современная эпоха называется? Знаете, нет? Нет Наша эпоха официально называется Эпоха гуманизма А вы все гуманоиды Эпоха гуманизма А знаете, что такое эпоха гуманизма? Это значит, что когда вы Вот ценность видите в других людях Хотя гуманизм это Можно отдельно разбирать его Это очень непростая Смотрите Эпоха гуманизма Открывается какой-то Ну, не знаю Автосалон Выкатывают модель Супер дорогую Аузи Потом идет На фэшн тиви Каждый день там Эти моды показывают А в это время В Африке Вот вы знаете Вот вы сейчас сидите По-моему, каждые 10 секунд Умирает ребенок От голода умирает ребенок В страданиях Вот знаете Вот вы сейчас сидите А там где-то умирает ребенок Вот знаете Могу сказать Вот ненавижу Искренне Вот понимаете, нет? И это все назвали Эпоха гуманизма Вы знаете, сколько нужно Чтобы голода на земле не было? Нужно создать Транснациональную корпорацию Знаете, с каким уставным фондом? Ну, по разным оценкам Минимум Около 10 миллиардов долларов Это для чего? Переизбытки вот эти вот Ну, например Есть такая передача Путешествия по помойкам мира В Великобритании выбрасывают продукты С неистекшим сроком годности И там люди говорят Смотрите Хороший йогурт Раз, попил Там прямо с помойки Видите? Это все можно взять И что, перевести? И голода не будет Почему этим не занимаются? Эпоха гуманизма Вы слышите? Парадокс какой Гуманизм в районе своей страны Поэтому лучше держать свой ум в ОАДе Как бы, знаете, как Вот я иначе объясню Солдат должен готовиться к чему? Он должен готовиться умереть Он должен представлять себе Самый страшный бой И готовиться к этому Понимаете? Так же как Нет, это надо Как раз А это и есть методология Знаете, как мама воспитывается у ребенка? Мама постоянно боится за свое Дитя Она, знаете, домой Боже мой, его сейчас собаки порвут Боже мой, нет, нет Там машина Нет, нет, подождите Его, наверное, там Еще что-то Еще Таракан ему заползет в ухо Какой кошмар И она постоянно Мама себе рисует вот эти вот Понимаете? А тем самым, смотрите Она картирует угрозы Возможные угрозы И что? И предупреждает их Она ребеночку говорит Не разговариваясь С незнакомыми тараканами С незнакомыми людьми На улице Понимаете? Вот То есть она Это как бы Картирование угроз Система всегда должна Выявлять новые, новые, новые Новые угрозы Понимаете? И общество говорит Такая-то угроза Такая-то, такая-то Готовьтесь, готовьтесь Готовьтесь, готовьтесь Это называется Картирование угроз Это так же, как в ПВО Есть дальняя система Обнаружения Вот летит ракета Она сказала Летит ракета Комплекс Там С-300 Комплекс такой-то Готовься И он берет И туннелирует угрозу То есть Туннелирование Или высвечивание Вот это вот Прожектирование Вот этой угрозы Он берет узкий луч И все И уничтожает Понимаете? Нет? Вот в чем А вам сейчас угрозу Никто не дает Как хорошо, человек Ха-ха Ха-ха Понимаете? Это все называется Теория карнавала Ну просто, наверное Уже времени нет, да? Все? Йог Видите, нас технологии подводят Это специально было задумано Можно я тогда еще вопрос? Да-да-да, пожалуйста Что вы посоветовали? Ну сейчас вот Сформировался уже Определенный стереотип Когда вот Пришли у детей Какие-то ценности Определенный Айфон И в школе В принципе Они Вот находятся В таком Скажем Изолируемом От родителей Месте Да? И там вот Они как-то обменивают Знаете, как на Западе Это делают? На Западе Создают школы-интернаты Берут в школы-интернаты Итонская школа-интернаты Берут туда детей Там закрывают На год их И там Там В Англии До сих пор Телесные наказания Это единственный случай Я имею в виду школы-интернаты Нет, что значит единственный Соответственно Вы сначала должны сделать Общество для прорыва А соответственно Все остальные школы Сделать Приближенные По крайней мере Ну Есть разные Многие скажут Ой, это же Вы будете элиту формировать Понимаете? Прежде всего Это опять же Возвращаться К реформе образования В виде системной методологии А вот и конкретные Какие-то пути Например Воспитание ребенка сегодня Воспитание ребенка сегодня Он идет в школу Он пошел в первый класс И все Там у него какое-то Своё общество Которое он Безусловно Будет слушать И воспринимать Знаете Я знаю единственное Я как сам молодой отец У меня две дочки Я знаю только одно С детьми нужно разговаривать Их не нужно оставлять Вот наедине Со своими проблемами Я знаю Потому что Они успокаиваются Вот я например дочка Раз Она говорит Вот меня в садике И так и так А я начинаю просто С ней обсуждать это все А так вот А ты так пробовал А вот так А вот так Ну он все равно Там толкнул Я говорю Ну посмотри Может он был чем-то расстроен Я говорю Ну ты в следующий раз Будь осторожнее Ну ладно И я говорю так Чтобы как бы Она сама приняла решение То есть понимаете Теория игр То есть видите Я какой безумный человек Все равно И там теория игр Там теория систем Вот Я как бы Создаю для нее условия Чтобы она сама приняла решение Ну к примеру У меня жена Дочка говорит Я не могу включить свет Я говорю Иди возьми табуретку Встань Нет я не могу И плачет Жена говорит Иди пусть включи ей свет Я говорю Нет пусть сама Она идет Приносит табуретку Встает дрожа Включает свет Спускается И радостная Понимаете Она радостная А если бы она упала Ну я же рядом